Часть пятая. Глава первая. По факсу доктор получил депешу, что в медиум-банк, где у него был открыт счет, прибыл ценный груз из Мюнхена на его имя. Генрих Узимович не усомнился в достоверности сообщения. Не он один. Все маломальски значительные люди Федулинска, бизнесмены, брокеры, бандюки, заключали сделки и вели дела исключительно через столичные кредитные организации. В местном Альтаире банки, хиреющим на глазах, хранили свои скудные гробовые сбережения лишь безголовые федулинские граждане, да еще, естественно, подведомственные монастырскому службы, вроде жилищных стройконтор и коммерческих магазинов. Гека Андреевич в тесной компании не раз уже обохвалился, что весь капитал давно слил за кордон и вот-вот, по примеру юного экс-премьера Кириенки, объявит сам себе загадочный дефолт. Заинтриговало другое. Всего неделю назад он провернул очень выгодную валютную спекуляцию, поставил в известность немецких коллег и в ближайшее время не ожидал оттуда никаких важных поступлений. Что бы это могло быть? Медиум просил немедленной визы на грузе, письменного подтверждения в получении. Это тоже необычно. Уж не бомбу ли ему прислали, которая тикает на весь дом и того гляди взорвется? Ну, звонить бесполезно, по телефону о таких вещах говорить не будут, дурной тон. Ну, всем известно, каждый междугородний телефонный разговор регистрируется сразу в трех местах. Полдня ломал себе голову. Потом позвонил Хакасскому и сообщил, что вынужден отлучиться, возможно, до завтрашнего утра. Разумеется, ему не нужно столько времени, чтобы уладить вопрос с банком, но он решил, что раз уж выпала оказия, не грех оттянуться в арбатском шалмане невинные малютки. Среди этих малюток была одна галочка-пропеллер, которая второй год при каждой встрече доставляла ему поистине райское наслаждение. Молоденькая хохотушка из Мелитополя, прибывшая в Москву за нелегким женским счастьем, седьмым чувством угадала все его сокровенные желания и выполняла их беспрекословно и на самом высоком уровне. Ну, честно говоря, федулинская манекенщица Натали, нынешняя пассия Шульца-Степанкова, в сексуальном отношении в подметке не годилась своей московской товарке, дерзкая, упрямая, вечно чем-то недовольная. Что в ней единственное и было доброго, так это ее сиськи, не вмещающиеся в обе руки, и роковые, вспыхивающие зелеными изумрудами глаза. Нет, чего бога гневить, Натали доктор тоже любил, не зря отдал ей Андрея Первозванного, но душевно больше тянулся к хохлушке-галочке, в чьих нежных ручонках обычная двухвостая плеточка превращалась в орудие мучительной, сладостной, незабываемой пытки. Только с ней, с синеглазой шалуней, у постаревшего Генриха Узимовича, бывало, случалось по два оргазма одномоментно. Он не раз уговаривал галочку переехать в Федулинск, сулил трехкомнатное гнездышко, в городе полно освободившейся жилплощади, богатый пенсион и прочее. Но тут любезный галчонок делался почему-то неуступчив. Девочка ему не доверяла до конца, хотя признавалась в горячем взаимном чувстве. Опасалась, что в Федулинске, когда будет постоянно под рукой, быстро ему прискучит, и куда ей тогда деваться? Все-таки такой престижной работой и таким положением, как в невинных малютках, умные девушки не разбрасываются. Хаккасский, как всегда, выразил недовольство. Прямо вам, дорогой Шульц, дома не сидится. Как будто у вас в заднице юла. Ну зачем вам в Москву объяснить? Зачем? И, как всегда, Генрих Узинович всерьез обиделся. Вы тут в России никак с крепостным правом не расстанетесь. Кажется, в контракте нет такого пункта, чтобы я сидел как заключенный. В контракте нет, хохотнул в трубку Хаккасский. «Но поймите мое беспокойство, на вас все держится. Вы главный специалист по зомбированию. А если с вами что-то случится?» «Это что, угроза?» — зловеще перебил Шульц. «Господь с вами, дорогой доктор, да езжайте куда хотите. Но вы же никогда охрану не берете. Возьмите хотя бы парочку моих сорванцов». «Не нуждаюсь», — с достоинством ответил Генрих Узинович. «Себя получше охраняйте. У меня врагов нет. На доброго пожилого человека, полагаю, даже у русского хама рука не поднимется». «Вот в этом я не уверен». Шульц Степанков выехал из Федулинска во второй половине дня. За баранкой основательного Ситроэна сидел его личный водитель Жорик Пупков, местный хлопец, урожденный в неполноценной семье пьяницей славянина. Он внешностью поразительно напоминал истинного арийца, высокий, русоволосый, кореглазый и тупорылый. «Хоть завтра выдвигай в депутаты Бундестага». Отношения у них сложились доверительные, хотя за всё время доктор, как ни старался, ни разу не добился от Жорика связанной внятной речи. Но тут уж видно, генезис его не переделаешь. По осеннему морозцу выскочили на Ярославское шоссе. Ближе к Москве угодили в гигантскую пробку. Где-то далеко впереди произошла авария. По цепочке водители передавали шесть трупов, есть раненые. Но проблема не в этом. Пробка образовалась потому, что чудом уцелевший водитель Мерса погнался за чудом уцелевшим хозяином Жигуленка. И оба куда-то сгинули. Разбитые машины с трупами и без ключей не могли откатить на обочину. Инструкция. Пока кто-нибудь из оставшихся в живых не подпишет гаишный протокол. Жорик попробовал обогнуть пробку по встречной полосе, но его чуть не смял микроавтобус, мчащийся навстречу со скоростью не меньше 180. Жорик увильнул, но левым бортом притёрся к зелёному грузовику с кузовом, набитым под завязку кирпичами. Когда Ситруэн об него тиранулся, на шоссе просыпалось с десяток красных плюх. После этого Жорик вне себя от ярости начал материться. Он две вещи любил и умел делать — копаться в движках и ругаться. Из непотребной грязной брани выстраивал затейливые пирамиды до небес. Генрих Узимович искренне восхищался этим необыкновенным, чисто, как он полагал, национальным искусством. Во время руганий туповатое лицо Жорика прояснялось, как после прививки, и взгляд становился осмысленным. На сей раз Генрих Узимович, хотя привычно заворожённый, резко его оборвал. Ну, хватит, Георгий, ты сам виноват. Не надо высовываться из шеренги. Никогда запомни, не высовывайся из шеренги. Немецкая нация достигла величия именно из-за того, что неукоснительно следует этому правилу. Жорик Пупков при окрике хозяина съёжился над баранкой, как паралитик. — Извините, господин, но он же с сучьевыми верил, что я еду. А он куда? — Он ехал правильно. — А ты как раз нарушил. — Ничего страшного. — За ремонт вычту из твоей зарплаты уж не обессудь. Ну и, если опоздаем, обычный штраф. Не возражаешь? — Я не возражаю, господин Шульц. — Вы мне за место отца родного. — Но как же не опоздать, если мы заторчали? Они, падлы, может, нарочно затор устроили? — Опомнись, Георгий, кому ты нужен? — И то верно, — подумав, согласился Пупков. Но они не опоздали. Классный водила по Москве Жорик гнал за сотню, не соблюдая никаких правил, отчаянно проскакивая на красный свет под носом у озадаченных блюстителей дорожного движения. Те махали вдогонку своими эстеками, свистели, прикладывали их губам рацию, но никаких мер по задержанию дерзкого нарушителя, естественно, не предпринимали. Знали того, кто так ездит, лучше не трогать. Куда проще собирать дань сочумелого столичного молодняка, резвящегося на иномарках, как еще совсем недавно они резвились на роликовых коньках. В банке Шульц Степанков ни с кем не здоровый сразу прошел в кабинет управляющего — Петра, Петровича и Ванюка, с которым их связывали не только мастерские провернутые валютные операции, но и большая личная симпатия. За взятый германофил Петр Петрович мечтал переехать на жительство в страну своих грез, и Герман Узимович обещал устроить ему протекцию в тамошних деловых кругах. Управляющий Иванюк обладал цепким аналитическим умом и, как дважды два, мог доказать любому, что если бы не досадные недоразумения, не капитуляции Германии во Второй мировой войне, а наоборот, если бы капитулировала Россия, они давно жили бы припеваючи, и, как остроумно заметил один молодой человек на телевидении, по уши заливались баварским пивом. Надо заметить, тихий банкир Иванюк был сторонником крайне радикальных решений в геополитике. К примеру, он предлагал оригинальный выход из нынешнего экономического тупика, в который завели страну, окопавшиеся в думе коммунисты, «Натопскому начальству вместо того, чтобы сотрясать воздух пустыми угрозами, следовало посадить на самолеты морских пехотинцев и сбросить десант в районы дислокации шахтных ракетных установок. Одной дивизии, как он полагал, вполне хватит, чтобы вырвать у России основательно подгнивший ядерный зуб. После этого с ней можно делать всё, что угодно, хоть перепахать по целину, никто и пикнуть не посмеет». Шульцу Степанкову нравились горячие, иногда излишне романтичные высказывания образованного русского друга, в принципе, он совсем соглашался, хотя иногда возражал по отдельным пунктам. Ну, допустим, одобряя в целом доктрину принудительного вхождения в западную цивилизацию, он сомневался, что русский мужик спит и видит бочки баварского пива. Чересчур для него изысканно. Свекольная ханка, маковый сырец, ещё куда ни шло. Но главное, что истинно необходимо так называемому россиянину, чтобы он не чувствовал себя обделённым судьбой, это крепкий волосатый кулак, висящий над черепушкой. К этой мысли его привели наблюдения за примитивной жизнедеятельностью фидулинцев, типичных представителей российской элиты. Пётр Петрович посмеивался, слушая его возражения, радостно потирал руки. Но одно другому не мешает, дорогой Гершульц, не мешает одно другому. Пиво пивом, кулак кулаком — это вещи вполне совместимые. Банкир сидел за огромным столом, покрытым зелёным бильярдным сукном, и проглядывал какие-то сводки. Увидел в дверях Шульца Степанкова, радостно вскрикнул и бросился к нему навстречу, раскрыв объятия. Глаза в очках с позолоченными дужками сияли, как две электрические лампочки. «Чёрт побери! Кого я вижу? Сюрприз-то какой!» «Без предупреждения! Да как же так, Гершульц! Мы бы встретили! Всё как положено!» Генрих Узинович брезгливо подставил щёки для непременных у россиян в подражании чокнутому президенту троекратных поцелуев. Он был несколько задачен. «Почему без предупреждения, Герр Питер? Я получил факс? Груз из Мюнхена?» В последующие полчаса Иванюк нещадно разносил своих сотрудников, пытаясь выяснить, кто устроил нелепый розыгрыш. Вызывал в кабинет по одному, топал ногами, кричал, брызгал слюной, а некую пожилую даму оттаскал за космы, но только ничего не добился. Наблюдая за этим явно устроенным для него лично спектаклем, Генрих Узинович наливался тяжёлой обидой. Немыслимо! Дикая страна! Ведь пришло кому-то в голову так гнусно подшутить над солидным человеком. Поймать бы мерзавца и вкатить ему 10 кубиков первоклассного препарата СБ-618. Ну, конечно, если только это действительно розыгрыш, если за этим не кроется какая-то пока непонятная интрига. Оставшиеся дни за рюмкой доброго пятидесятилетней выдержки Бурбона они обсудили происшествие со всех сторон. В конце концов пришли к выводу, что ничего серьёзного в этой шутке не крылось, скорее всего, мелко помстил какой-то банковский клерк, возможно, за что-то обиженный на одного из них. — Уеду! — горько посетовал Иванюк. — Соберусь и уеду! Жену с детьми, вы же знаете, отправил в прошлом году, пока они в Швейцарии. Но это временно. — Если вы не передумали... — А как же банк? — поинтересовался Шульц. — А что банк? — Работать невозможно нормально. Вы следите за новостями? Коммуняки опять пролезли в правительство. Бред! Не лепится! Наши уже многие отчалили, и я уеду. — Хватит! Нахлебался этого говна на две жизни хватит. Объявлю себя дефолтом. Прощай! Хоть подушу чистым воздухом на старости лет. — Кстати, дорогой герр Шульц, надеюсь, наши договоренности остаются в силе? — Ну, разумеется. Шульц посмаковал на языке острую восхитительную жидкость. — Разумеется, герр Питер, только к чему такая поспешность? Все-таки вы полезнее пока здесь. Если все сразу разбегутся... Банкир склонился к нему, положил руку на колено, в глазах свинцовая тоска... — Все понимаю, Генрих Узимович, все понимаю. Но всему есть предел. Есть предел человеческим силам. Вы, дорогой друг, прожили среди дикарей два года, и то, замечаю, у вас руки дрожат. А я здесь сорок лет. Практически безвылазно. — Каково, по-вашему? — Трудно, — согласился Шульц. — Но, честно говоря, если бы не эти дикари, откуда вы взяли бы свои миллионы? Иногда, поверьте, готов отдать все до копейки, лишь бы знать, что этот гноящийся чирий, эта смердящая помойка закрашена на карте в зеленый цвет. Понимаете меня, дорогой Георг Шульц? Генрих Узимовича растрогала искренность банкира. Первое время, очутившись в России и встречаясь в основном с победившими демократами, с так называемыми новыми русскими, он поражался ненависти, которую они испытывали к родным пенатам, к земле, которая их вскормила. В этом было что-то больное, противоестественное. Возможно, так на новом историческом витке проявлялась пресловутая загадочность славянской души. Как у католика и горячего патриота Саксонии такое отношение к родине предков, к их обычаям и обрядам, к языку и преданиям не могло не вызывать у него каких-то чувств, кроме презрения. Но с банкиром Иванюком случай особый. Этот человек по-настоящему страдал от своей душевной неустроенности. Генрих Ульзимович жалел его, как врач иногда жалеет больного, предлагающего любые деньги за излечение, не понимающего простой истины, что даже за деньги здоровья не купишь. — Если не в Моготу, — сказал он, — тогда о чем говорить, герр Питер? Помните, я обещал похлопотать о присвоении вам звания лучший немец года? — Помню, конечно, не получается. — Напротив, недавно мне сообщили друзья, дело почти решенное. В неописуемом волнении банкир осушил рюмку, его худощавое лицо светилось прелестной наивной улыбкой. За баранкой Ситроена вместо Жорика Пупкова расположился незнакомый смурной мужик в кожаной кепке, причем Генрих Узимович обнаружил это, когда уже уселся на сиденье и захлопнул дверцу. — Какого черта? — взоревел Шульц. — Вы кто такой? — Не волнуйтесь, мистер. Добродушно отозвался незнакомец, сверкнув бельмом на левом глазу. — Вреда вам никакого не будет. Небольшая прогулка. — Какая прогулка? — завопил доктор. — Что вам надо? Где Георгий? Мужчина не ответил, они уже ехали на довольно большой скорости, а выпрыгивать на ходу из машины Шульц не умел, хотя особенно опасаться было нечего. К иностранцам у россиян, несмотря на нынешний бардак, сохранилось трепетное отношение, как у папуасов, к Миклуха Маклаю. Опасность могла исходить разве что от свободолюбивых чеченцев, которые после военной победы над Россией будто с цепи сорвались. Но за баранкой горбился явный русачок, и вид у него был дремучий. На всякий случай Шульц Степанков предупредил, — учтите, я иностранный подданный с правом дипломатической неприкосновенности. — Надо же, — удивился Мышкин, — а по-нашему шпаришь без акцента в натуре. Никогда бы я не догадался, что ты немец. На Генриху Узимовича повеяло жутью. — Немец! Откуда он знает? — Где Георгий? — повторил он. — Почему вы не отвечаете? Вы его ликвидировали? — Мышкин обернулся, подмигнул белым глазом. — Как у вас мозги, интересно, устроены? — Коли человек помочиться вышел, значит, обязательно его ликвидировали. — У кого это у нас? — Как у кого? — У наперсточников. Генрих Узимович затих, напряженно размышлял. — Мужик все равно нормальный, но явно не в себе. И шизоидность у него какая-то веселая, не медикаментозная. Такая шизоидность присуща сильным людям, когда они идут к четко просматриваемой цели. Очень опасное состояние и очень опасные люди. Генрих Узимович надеялся, что в России таких уже не осталось. Реформа глубоко окопнула. В Федулинске он их точно не встречал. Тут было о чем подумать. Если это все-таки похищение, то какой потребует выкуп? И куда их направить за деньгами? К Хакасскому? К Иванюку? Или к своему поверенному в Мюнхен? Между тем застряли у светофора на трубной площади. Генрих Узимович попробовал открыть дверцу, но то ли ее заклинило, то ли смурной мужик успел проделать с ней какой-то фокус. — Не усугубляй, мистер, — посоветовал Мышкин, — а то по тыкве получше. — Хорошо, — Генрих Узимович собрал мужество в кулак. — Объясните, что происходит? Куда вы меня везете? — Один хороший человек хочет с тобой покалякать. Но с ним будь поаккуратнее. Он ваших немецких штучек может не понять. — Очень строгий господин, хотя и молодой. — Что ему надо? — Он сам скажет. — Факс вы прислали? — Я даже этого слова не понимаю, — сказал Мышкин. Тронулись дальше, в направлении Садового кольца. Начало смеркаться, и на улице высыпало много ночных работников — проститутки, бомжи, обкуренная молодежь. То и дело кто-нибудь дуриком выскакивал с тротуара под колеса, но мужик вел машину уверенно, а от самоубийц ловко уклонялся. Хотя на съезде к Киевскому вокзалу у них на глазах джип Чароки, несясь на бешеной скорости, смял-таки заголенную, хохочущую девчушку, отбросил ее с капота на мраморный парапет, юная наркоманка, переломанная как тряпичная кукла, так и отбыла во своясе, не успев закрыть хохочущего рта. Черная кровь из расколотого черепа живописно хлынула на щеки. Шульц Степанков брезгливо поморщился. — Одного не могу понять. Зачем такие сложности? Ваш авторитетный гражданин вполне мог заехать ко мне на службу, я бы его принял. В чем, собственно, проблема? — Выходит, не мог. — Да не ломай себе голову, мистер, скоро будем на месте. Гардиан-отель тут совсем рядом. Генрих Узимович немного успокоился. В Гардиан-отель проходимцев не пускали. Там останавливалась приличная публика, большей частью Забугорная. Он и сам как-то года два назад провел там ночку. Незабываемое впечатление. Сервис на уровне Гонконга. Помнится, ему предложили для развлечения на выбор негритянку, француженку, турчанку и двенадцатилетнего мальчика-россиянина. Он был в отличном настроении. Как раз подписал замечательный контракт с Хакасским и забрал всех четверых. Правда, сил у него хватило только на роскошную негритянку с чугунными, каждая по пуду грудями. Остальные болтались всю ночь по номеру неприкаянные. Можете хотя бы сказать, из какой вы группировки? Какая тебе разница, мистер? Да не лезь на рожон. Глядишь, все обойдется. Опять потянуло жутью, и Генрих Узимович поежился в своем теплом кожаном пальто. В номере их встретил молодой человек, приятный, вовсе неустрашающей наружности, отнюдь не бандит. У Генриха Узимовича в этом отношении глаз был наметанный, светловолосый, с грустной улыбкой, с обходительными манерами. Сперва Генрих Узимович воодушевился. Ничего серьезного, но когда встретился с юношей взглядом, как в пропасть рухнул, в груди не то что похолодело, прямо-таки железным обручем сковало сердце. Влип, старый дурак, ох, как влип! В ясных глазах незнакомца лес темный, а в том лесу ведьмы и лишаки. Не эти ли ужасные глаза мерещились ему в тяжелые ночи, когда нарушал режим, и душа обмирала в неизбывной тоске, и дикая страна, где очутился, увы, по доброй воле, вдруг заглядывала в окно смутной нечесанной головой, изрыгая невнятные грозные проклятия, могущие свести с ума. Еще. У этого юноши, как он отметил, не было возраста. Как и Леня Лопух, он прекрасно знал, что это означает. Если нет возраста, нет и жалости. Он видел перед собой совершенно равнодушного человека, изучающего его, знаменитого немецкого профессора, с отрешенным любопытством зоолога, наблюдающего за ползущей по склону улиткой. Именно так он обыкновенно разглядывал подопытных россиян и вдруг сам угодил под микроскоп. Помоги, Господи! Задыхаясь от сердечной аритмии, он без сил опустился в кресло. Юноша понимал, в каком он состоянии, посочувствовал. А как же вы думали, доктор, расплачиваться придется по всем долгам? Рано или поздно. Даже кошка знает, чье сало съела. А уж вы-то, интеллектуал, европеец, тем более давали себе отчет во всем, когда затевали злодейство. — Какое злодейство? О чем вы? Егор не ответил, а вернулся к Мышкину, который удобно расположился у окна. Все гладко прошло. Ночью культурный человек охотно идет на контакт. Беды еще не нюхал, но это дело поправимое. — Какой беды? — спросил доктор. — Ты, покаместь, помолчи, сынок. Сейчас, Егор Петрович, тебе суть происходящего доступно разъяснит, а я пока инструмент приготовлю. — Какой инструмент? Генрих Узимович чувствовал, как заражается сумасшествием от этих двух психопатов, молодой человек прошелся по комнате, разминая тело, легкий, хрупкий с виду, в туго перетянутом банном халате. Казалось, двух-трех прививок хватило бы, чтобы такого угомонить. Но доктор не заблуждался на сей счет. Ему никогда не добраться до него со шприцем. Сердце продолжало тикать с перебоями, взнозданное все усиливающимся, растекающимся по мышцам страхом, он еще владел собой, но уже не в полной мере. Мокрота подбиралась за глазам. Впервые с ним такое приключилось. Страх имел свойство проникшего в кровь яда и поочередно парализовал то один, то другой участок тела, краешком прихватывая мозг. Мистика. Наваждение. Он заранее готов был выполнить все, что потребует от него ужасный старый ясноглазый мальчик, лишь бы выбраться невредимым из уютного, роскошного гостиничного номера. Но надежда на это еле булькала в глубине подсознания. Одно стучало в мозгу. Он доигрался, доэкспериментировался, предупреждали умные люди, опытные люди, желающие ему добра, не ходи в Россию, не ходи. Там цивилизованному человеку делать нечего. У этой страны звериное первобытное нутро, которое можно выжечь разве что ядерным взрымом. Вот оно, это всепоглощающее, лишающее разума нутро и открылось ему в столь диковинном воплощении. Красивый элегантный юноша и невменяемый мужик с бельмом. «Да что вы от меня хотите, наконец?» — вскричал он почти со стоном. «Скажите прямо, зачем пугаете? Я ведь уже не молод». «На расправу они все жидкие», — философски заметил Мышкин. «Сколько я их перевидал, Егорка!» «Все одинаковы. Чуть кривая померещится, сразу маму кличет». «А где она, ихняя мама-то? Небось, в Мюнхене осталась несчастная фрау. Все глазенки повыплакала по непутевому сыночку. Доведется ли им теперь встретиться, уж не знаем». «Оставьте мою мать в покое!» — в последний раз взбрыкнул Генрих Узимович. «Вы холоп!» «Не ругайтесь, сударь», — сказал Егор. «В вашем положении надо держаться скромнее». «Какое положение, объясните?» «У положения примерно такое же, как у смертника в камере. С той разницей, что вы еще приговор не слышали. Но палач уже за дверью, увы». «Вы не посмеете!» — вскинулся Шульц Степанков. «У вас руки короткие!» «Да нет, руки нормальные», — улыбнулся Егор. «Еще как посмеем, доктор. Видите, я откровенен с вами. Надеюсь, вы тоже не станете хитрить». «Хотите получить выкуп?» Мышкин подал голос. «Видишь, как у них, у немчуры. Все на деньги меряют. И нас к этому приучили, вот что обидно». «Вы ничего толком не поняли». Егор присел перед Генрихом Узимовичем на низенькую банкетку. Его глаза мерцали ярко-синью, но темный лес никуда не делся. Лишаки и ведьмы толкали друг друга локтями и подмигивали Шульцу. Их непристойные гримасы особенно впечатляли на васильковом фоне. У Генриха Узимовича мелькнула утешительная мысль, что, возможно, все, что он видит, всего лишь ночной кошмар с цветным изображением. «Я хочу дать вам шанс», — продолжал Егор. «Конечно, преступления, которые вы совершили, не имеют срока давности. Из-за них полагается смертная казнь. Но ведь в Германии нет смертной казни, не правда ли? Там вам присудят всего каких-нибудь двадцать лет. На волю выйдите восьмидесятилетним молодцом». «Хотите домой, доктор?» «Хочу», — автоматически отозвался Шульц, почувствовав вдруг свинцовую тяжесть внизу у живота. «Бредовый разговор с юношей-стариком действовал на него подобно старинной пытке водой, и ему никак не удавалось сбросить с себя вязкую одурь. К тому же за мной нет никаких преступлений. Но это решит суд. Может быть, даже в вашей любимой Гааге. Или решим мы сейчас и здесь. У нас выбора нет. Пристукнем вас, как куренка, распилим на мелкие кусочки и отправим в Мюнхен в багажном отделении. Вы мне не верите, доктор?» «Верю», — признался Генрих Узимович. С какой-то минуты он действительно начал верить всему, что говорил молодой изувер. И это было, пожалуй, самое поразительное, потому что до сего страшного дня он не верил никому на свете, кроме себя. «Следует ли это понимать в том смысле, что вы готовы к сотрудничеству?» «Готов», — сказал доктор. «Мы потребуем от вас небольшой услуги, но она будет хорошо оплачена». Егор подошел к изящному орехового дерева пресс-бюро и вернулся с пластиковым пакетом. «Здесь сто тысяч долларов. Это задаток. После выполнения работы получите еще столько же». «Что я должен сделать?» «Вы полностью контролируете программу зомбирования?» «Я всего лишь исполнитель, специалист по найму. Хакасский всем распоряжается». Егор пропустил это замечание мимо ушей. Мерцающая улыбка исчезла с его лица. Мужик с бельмом подобрался поближе вместе с креслом и как бы подслушивал одним ухом. Генрих Узимович старался на него не смотреть. Эта смурная рожа странным образом ассоциировалась у него с кровавой посылкой в багажном отделении. «Если вы, доктор, перестанете колоть горожанам препараты наркотической группы, погоните пустышку, сколько понадобится времени, чтобы дурь вышла?» «Наконец-то Генрих Узимович понял, зачем его сюда затащили, но понимание не принесло ему облегчения. «У вас не получится». «Что не получится?» «Вы хотите отобрать у Хакасского город, но это невозможно». «Почему невозможно?» «Опыт зашел слишком далеко». «Между прочим, заметьте, удачный опыт, имеющий огромное значение для мировой науки». «Объясните конкретнее». Генрих Узимович приободрился, коснувшись знакомого академического предмета. «У большей части поголовья начнется ломка, что сразу вызовет подозрения. Но проблема даже не в этом, она глубже. Сейчас все подопытные существа счастливы, пребывая в животном неведении, а вы собираетесь вернуть их в прежнее первобытное состояние. Они сами этого не захотят, взбунтуются, потребуют любимого психотропного корма. «Вы видели когда-нибудь оголодавшую стаю волков?» «Да они весь город разнесут. Придется усмирять их пулеметами. Зачем вам это нужно, не понимаю». «Непонятливый», — пробурчал мышки. «Чего-то он мне не нравится». «Не надул бы, Егорушка». «Не надует, он же не враг себе». «Но мы все же немного подстрахуемся». С этими словами положил перед Шульцем Степанковым три листка бумаги с отпечатанным на машинке текстом. Доктор водрузил на лоб очки, внимательно прочитал. Это было заявление генеральному прокурору Скуратову. Начиналось оно словами. «Уважаемый господин прокурор, совесть немецкого гражданина и врача не позволяют мне молчать, поэтому довожу до вашего сведения факты чрезвычайных, на мой взгляд, преступлений против человечества». Далее красочно и довольно точно описывалась картина изуверских истязаний, убийств, пыток и массовой наркотизации федулинских жителей. Виновными назывались трое «Хакасский», «Рашидов» и «Монастырский», коих автор заявления именовал не иначе, как «людоедами» и «фашистами». Кончалось оно следующим пассажем. «Прошу считать это письмо моей явкой с повинной. Искренне надеюсь на снисхождение с глубоким уважением профессор Мюнхенского университета Шульц Степанков-младший. Осталось только поставить подпись и число». Генрих Узимович потянулся прочитать заявление еще раз, но Егор поторопил. «Да подписывайте чего там. Все же ясно. Я не могу это подписать». У Генриха Узимовича предательски со слезой дрогнул голос. «Это же приговор. Хакасский никогда не простит. Он не поверит, что меня заставили. А уж Рашидов не поверит тем более. Это же дикая невежественная скотина». «Конечно», — согласился Егор. «Они не поверят. Зато какой груз снимете с души, доктор. Не сомневайтесь, подписывайте. Для вас же будет лучше». «Не могу». «Рука онемела». «Ну!» Рыкнул сбоку Мышкин, жутко сверкнув бельмом. «Тебе что же, башмак вонючий, уговаривать как сиротку?» Шульц Степанков догадался, что сейчас его начнут бить и, возможно, забьют до смерти, и молча подписал. Паник в кресле с таким ощущением, будто из него выкачали воздух. Егор аккуратно сложил заявление, щелкнул замком кожаного кейса и упрятал туда бумаги. «Деньги возьмите, доктор. Понимаю, Хакасский платил вам больше, но и мы не поскупимся, если проявите себя молодцом». «Доктор деньги взял». Пакет сунул во внутренний карман пальто, с опозданием заметив, что ему даже не предложили раздеться. Поэтому он, наверное, и вспотел, как в сауне. «Но это бумага. Она никуда не пойдет». Егор опять дружески улыбался. «Когда все закончится, сожгу ее у вас на глазах. Как, может быть, прямо сейчас сжечь?» «Не юродствуйте, доктор, вы же не ребенок. У меня к вам еще есть маленькая личная просьба». С готовностью доктор подался вперед. Он был рад услужить, душевно рад, и в этом не было притворства. «Поменялись хозяева», — подумал он, — «только и всего ничего особенного, такое бывает. Один дикарь собрался скушать другого дикаря, но он, специалист высочайшей пробы, пригодится и тому, и другому, и третьему». К нему вернулась некоторая уверенность. «Что угодно, господин Егор». Тут в спальне девушка из Федулинска. Ее, похоже, сильно чем-то накачали. «Вероятно, какой-то из ваших экспериментальных препаратов». Вы не могли бы на нее взглянуть? «С удовольствием. Но что но?» Генрих Узимович смутился. Он понял, о ком идет речь. Об Анне, медсестре, рабыне Хакаскова, которую тот недавно отдал зачем-то на потеху рашидовским хлопцам. Подробности доктора не интересовали. Его мало волновало все, что не имеет отношения к чистой науке. Но он, разумеется, знал, что вытворяют со своими жертвами рашидовские гвардейцы. Скорее всего, для начала ее взбодрили перхушкой, эротической дурью, новым, весьма перспективным наркотиком. После дозы перхушки любая женщина становилась нимфоманкой и воспламенялась так, что ее можно было употреблять бесчетное количество раз. Она лишь пуще заводилась. Обыкновенная сексуальная истерия длилась вплоть до летального исхода. Если в таком состоянии женщину ограничивали в половых контактах, она готова была на все убить, закопать в землю собственного ребенка, лишь бы заполучить мужика. Конечно, это было очень забавно. Подручные рашидовы использовали перхушку, когда требовалось разговорить жертву. В таком методе дознания, безусловно, приятное совмещалось с полезным. Однако, если женщине, благодаря каким-то индивидуальным особенностям, удавалось перебороть эротическую кому, как случилось, видимо, и с этой медсестрой, она погружалась в тяжелейшую депрессию, из которой вывести ее было практически невозможно. За полгода из десяти женщин, напичканных перхушкой и чудом не околевших на любовном ложе, все десятеро на седьмой, восьмой и девятый день покончили самоубийством. Причем, любопытная подробность, девять из десяти выбрали необычный способ ухода из жизни, подкрались к распределительным щиткам, каждая по месту жительства, и поубивали себя электрическим током. Генрих Узимович даже собирался более внимательно проанализировать эту цепочку эротический шок, глубокая депрессия, электричество. Что-то тут ему мерещилось неслучайное, требующее осмысления. Сказать обо всем этом юному пахану он не решался, уж больно пытливо тот его изучал своими васильковыми пронизывающими глазами. — Извините, господин Егор, эта девушка, она ваша родственница? Она моя невеста. — Ах так! Генрих Узимович уже примирился с мыслью, что придется поработать на этого мальчика. Похоже, эпоха Хакасского исчерпала себя. Сам факт, что его рабыню, подаренную Рашидову, так легко вывезли из города, говорил о многом. Рашидов тоже в чем-то прокололся. По пятам за ним идет более молодой и сильный зверь, и, может быть, ему, Генриху Узимовичу, повезло с нынешним похищением. Он не собирался покидать Россию, в ней богатство еще немерено. Ах так! — повторил он, и потер лоб ладонью извечным профессорским жестом. Ну что ж, давайте посмотрим, где у вас можно руки помыть. Аня в белой ночной рубашке сидела на кровати, укрытая до колена одеялом, в расслабленной позе русалки, уставившись неподвижным взглядом на противоположную стену. На вошедших Егора и Шульца Степанкова она не обратила никакого внимания. Мышкин с ними не пошел на медосмотр. Он с самого начала не одобрял никчемной Егоркиной возни вокруг распутной девицы. Хотя Роза Васильевна сказала ему, что Аня не распутная, а несчастная. Девушка, пытающаяся уцелеть в водовороте событий, несущих ее, как березовую почку, весенний поток. — Зачем же она жила с кровососом хакасским? — резонно спросил Мышкин у сердобольной татарки. На что та искренне ответила. — Ты чурбан, Харитоша, и больше никто. Генрих Узимович провел перед глазами девушки ладонью и профессиональным, умильно, слащаво, бодрым голосом окликнул. — Алло, куколка, ты меня слышишь? — Конечно, — прошептала Аня, не отводя глаз от стены, где она видела что-то такое, что кроме нее никто не видел. И что у нашей девочки болит? — Ничего не болит. Доктор оглянулся на Егора и поразился выражением его лица. Сострадание, перемешанное с ненавистью. Он таких лиц давно не видел. Жители Федулинска все поголовно были счастливы, улыбались друг другу, и если на их глазах кого-то потрошили, застенчиво отворачивались. — Она вас узнает? — спросил он. — Узнает. — Ты ведь узнаешь меня, Аня? Девушка с трудом перевела на него взгляд. — Я не сумасшедший, Егор. Я тебе говорил. — Покушать хочешь? — Нет, спасибо. — Может быть, принести мороженого? Вкусное, мандариновое? Или кофейку попьешь? — Нет, спасибо. — Ничего не хочешь? — Ничего не хочу. — Если я мешаю? — Нет, нет. — Ты никому не мешаешь, малышка. Сиди спокойно. С отрешенностью куклы, облегченно вздохнув, Аня снова уставилась на стену. — Все ясно. Еще умильнее провозгласил доктор. — Наша девочка абсолютно здорова. И потянул Егора из спальни. В гостиной Мышкин включил телевизор и с удивлением внимал действию на экране. Шел урок безопасного секса. Две полуголые зрелые дамы истерично хохоча натягивали на муляж атлета огромный разноцветный презерватив. Но почему-то не туда, куда обычно, а на голу. — Она третий день ничего не ест, доктор, — пожаловался Егор. — Сделайте что-нибудь, я заплачу. — Сон у нее как? — Сон хороший. Она совсем не спит. Так и сидит часами. Или ляжет и смотрит в потолок. По-моему, она и в туалет не ходит. — У клиника неважно, — глубокомысленно изрек Генрих Узимович. Но обнадеживает реакция на окружающих. Она отвечает на вопросы. Обычно они наглухо замыкаются в себе. — Я убью Хакаскова, — твердо пообещал Егор. А вам, доктор, настоятельно советую ее вылечить. — Ее нельзя вылечить. Сгоряча и с испугу бухнул Шульц. — Надо постараться. Наставительно заметил Мышкин. — К или по-доброму просят? — А что значит по-доброму? Я же не кудесник, врач. У нее психика разрушена, сознание на волоске. Опять же, суицидный синдром в наличии. — Это вам не игрушки. — Никто с тобой не играет, мистер. У Мышкина конвульсивно дернулась щека, и доктор автоматически ужал голову в плечи. Где споткнешься, там и ляжешь навеки. Никто тебя не спасет, коли сам себе не поможешь. Умный мужик, немец, должен понимать. Страх, ненадолго отступивший, кольнул Генриху Зимовича в печень. Уголовная нечисть. Они ведь не различают, кто благородный человек, а кто обыкновенная российская козявка. Уж сколько лет чистят эту страну. Лучшие умы планеты задействованы. А чуть зазевался, и опять ползут из каких-то потайных щелей. Он не сомневался, что громила с бельмом, похожей на пожилого вордалака, действительно при малейшей оплошности свернет ему шею, как куренку. И молодой ничуть не лучше, даже, пожалуй, опаснее. Ясный взгляд, культурная речь, располагающая улыбка, и в кармане нож. Для таких нет ничего святого. Их действия непредсказуемы, ибо живут они пещерным инстинктом, не разумом. — Я же не отказываюсь, — в унынии пробормотал Генрих Узимович. Как я понимаю, мы заключили контракт. Вместо нормальных прививок федулинцы получат обыкновенную глюкозу. Это трудно сделать, но я попробую. Хотя, как вы догадываетесь, рискую головой. — А чего еще вы от меня хотите? — Девушка, — напомнил Егор, — моя невеста. — Помогите ей, доктор. Каждый яд имеет противоядие. Сама природа об этом позаботилась. Разве не так? — В данном случае нет. Препарат новый, в стадии разработки. Естественно, через год, через два... У Мышкина вторично дернулась щека. — Не зарывайся, мистер. Ты же весь в дерьме. Остроишь из себя ангелочка. И я бы с тобой прямо сейчас разделался. Егорушка не велит. Ты ему в ножки поклонись за это, а не мякой, не весь чего. Сказано, подними девку, значит, подними. Господи, с тоской подумал Шульц. За что мне такое наказание? Слух сказал. Я не любитель пустых обещаний. Уж как вам угодно. Хоть четвертуйте. Но если она справится, то только своими силами. Это бывает. Известны случаи самоизлечения даже от рака. Но лекарства у меня никакого нет. И не надо меня пугать, господин Егор. Я научный консультант, не более того. Пригласили, я приехал. Обычная мировая практика. Преступления в этом нет. На нет и суда нет. Егор через силу улыбнулся. Все же молитесь Богу, чтобы Аня не умерла. Глава вторая. Фома Гаврилович пришел домой раньше обычного и потихоньку, стараясь не шуметь, прокрался в ванную. Гвардейцы Рашидова совершенно озверели. Сегодня, разгоняя пикет, один из этих подонков свалил его с ног дубинкой, а потом шарахнул в ухо сапогом, хорошо хоть влевое, давно оглохшее. Но Фома Гаврилович решил умыться, прежде чем предстать перед оглаюшкой. Бедняжка так и не смогла привыкнуть к тому, что почти каждый день он возвращался домой с новым увечем. Он ее не осуждал. Женщина и не должна смиряться с уродством. Спрятаться не удалось. Аглая заглянула в ванну, не всполошилась, даже, кажется, обрадовалась. Живой, ну, как видишь. Ухо маленько покорябли. Так это ерунда. Сейчас за морем. Воды только горячей нет. Опомнился. Ее уже год как нет. Но иногда бывает. По праздникам. На Пасху, на Рождество и на День независимости Америки. Сейчас принесу с кухни, только что закипело. Помогла ему смыть кровь и грязь. От компресса он отказался. А ничего. Его само затянется. Знаешь, о чем я сегодня думал, Аглаевшка? О майской маевке? Остроумно поздравляю. Нет, Аглаевшка, о другом. Ведь в сущности эти мерзавцы совершают благое дело. Они всю страну ограбили, лишили нас разума и чувства собственного достоинства, зато взамен поставили перед нами общую цель – выживание. Имея общую цель, нация способна сделать эволюционный качественный рывок. Любая нация. В истории человечества множество тому подтверждений. Ты согласна со мной? У нас гости, Фома. Гости? – удивился Лоренов. Кто такие? Вполне приличный молодой человек. Два часа тебя ждет. Только тут Фома Гаврилович заметил, что она как-то странно светится, словно смертная тоска отступила. И что ему надо, этому молодому человеку? Он не сказал. Напоил его чаем. Мы беседовали об искусстве. Об искусстве? В полной растерянности Лоренов последовал за женой в гостиную, где навстречу ему поднялся с кресла юноша среднего роста, подтянутый, голубоглазый, скромно улыбающийся, но, в общем-то, ничем не примечательный. Одного взгляда Лоренову хватило, чтобы определить приезжий. Никто из местных не сумел бы держаться с такой безукоризненной грацией. У Лоренова сразу мелькнула мысль, что, возможно, он вообще не русский. И следом, естественно, настороженность, провокация. А когда тот заговорил, Лоренов поразился тембру его голоса, спокойному, с бархатным оттенком, никак не укладывающемуся в звуковую гамму нынешних федулинских голосов. Егор Жемчужников, представился гость, я ваш земляк, родился здесь, в Федулинске, но долгое время путешествовал, днями вернулся. Не думайте о плохом, Фома Гаврилович, я не казачок засланный, да и зачем им к вам кого-то подсылать, ведь у них вы и так в руках. — Чему в таком случае обязан? Все еще настороженный, Лоренов опустился на стул, готовый в любую секунду перейти к своему обычному хамству. Аглая встала рядом, успокаивающе положила ему руку на плечо. Молодой человек тоже сел. — Я с хорошими вестями, Фома Гаврилович. Мы с вами вместе совершим в Федулинске небольшой государственный переворотик местного масштаба, если вы, разумеется, готовы морально. У Лоренова от этих слов засосало под ложечкой, он нестерпел и нахамил. — Вот даже как! Вы из какой палаты сбежали, юноша? Где Наполеоны сидят? Или где ёлкины? Егор кивнул с пониманием. — Вы единственный человек в городе, способный возглавить народный бунт. Поэтому я пришёл к вам. Стоит ли, Фома Гаврилович, тратить драгоценное время на пустую трепотню? Мы в одной команде играем. Я тот, кого вы ждали. Осталось детали уточнить, только и всего. — Господи! — вздохнула Аглая Самойловна. — Если бы я знала, кто вы такой, Егор, не пустила бы в дом. Ну, разве вы не видите, какой он старый и больной? — Я не знаю. Женская мольба мгновенно убедила Ларионова в реальности происходящего. Адреналин мощно рванул в сердце. Фома Гаврилович грубо распорядился. — Принеси-ка нам водки, милая, да поживей я. Глава третья Егор повёл Анечку ужинать в ресторан. На ногах она держалась уверенно и одета прилично. Тёмная длинная юбка с простроченным подолом, элегантный бежевый жакет, кружевная рубашка с розовыми рюшками у ворота. Утром он позвонил в бюро услуг отеля, оттуда немедленно прислали сотрудника, пожилую женщину в форменном тёмно-синем костюме. Она сняла с Анечки мерки и задала ей несколько вопросов, на которые не получил ни одного ответа. Это её не обескуражило, видно, привыкла к причудам богачей. Через два часа вернулась в номер, нагруженная пакетами и картонками, разное дамское барахло от Версачи. Егор расплатился по счетам, шесть с небольшим тысяч зелёных, и выпроводил женщину за дверь, одарив хорошими чаевыми. Анечка не проявила никакого интереса к обновым, хотя в это утро впервые вроде бы с аппетитом съела бутерброд с сёмгой и выпила чашку крепкого кофе. Егор заставил её примерить кое-что. Она безропотно подчинилась, но всё происходило так, как если бы он наряжал манекен. Глаза полусонные, движения замедленные. И сколько он её не тормошил, постепенно воспламеняясь от прикосновений к нежным, тугим бокам, никакой реакции. Только досадливый всплеск бровей, когда слишком резко её дёргал. Егор не расстроился. За те дни, что она здесь жила, привык к ней такой, и уже не помнил, была ли она когда-нибудь другой. Одно знал твёрдо. Расставаться им нельзя. Прицепил к пышным пепельным волосам тирольскую шляпку с яркими перьями, покрутил Анечку перед зеркалом. «Ну, погляди, какая красотка, а! Прямо на конкурс мисс Сингапур!» «Да», — согласилась Анечка. «Но он не был уверен, что она видит себя в зеркале. По-прежнему у неё перед глазами стояли совсем иные картинки. В ресторан повёл в надежде, что на публике она немного встряхнётся. Здесь его уже встречали как завсегдатая. Метродотель в смокинге, загорелый мужчина цветущего возраста, статью, похожей с племенным рысаком, но задумчивым, кротким лицом агента контрразведки, радостно поднялся навстречу. «О, какие кости! Рад приветствовать, душевно рад! Как раз подвезли партию наисвежайших омаров!» «Амары — это то, что надо», — сказал Егор. Они обменялись рукопожатием. Анечке, Метродотель, со словами «Вы самоочарование, мадмузель», деликатно поцеловал ручку. При этом Аня нашла в себе силы не отшатнуться и не вскрикнуть, за что мысленно Егор её похвалил. Метродотель проводил их за столик, расположенный возле окна, неподалёку от эстрадного подиума, дождался, пока усядутся. «Рекомендую к мясу, Егор Павлович, Бордо, 1953 года, из личных президентских запасов. Что-то необыкновенное. Уверен, вашей даме придётся по вкусу». «Ну, — сказал Егор, — это вообще...» Метродотель изящно, как конь в стойле, поклонившись, удалился, и его сменил расторопный улыбчивый официант Володя, тоже уже старый знакомец. Егор сделал заказ, ни о чём не советуясь с Анечкой, да если бы и захотел посоветоваться. «Как тебе здесь?» — бодро спросил, когда Володя отбыл. «Музыка нравится?» На подиуме четверо исполнителей — скрипач, аккордеонист, саксофонист и пианист слаженно, негромко выводили старинный блюз «Сумерки на Гавайях», модный в сороковые годы. Егор знал, что это такое, потому что слышал не первый раз. А публика? Погляди, какая публика! Какие прекрасные женские лица! А мужчины? Порода, осанка — всё при них, цвет общества. Тут, Анечка, за каждым столиком по нескольку миллионов. Отборные гости. Матёрые ворюги. Других сюда не пускают. «Разве тебе не интересно?» Анечка не нашлась, что ответить, устремила на него сумеречный взор, и Егор невольно поёжился. «Что, Анечка, что-нибудь болит?» «Нет». Ужинали в полном молчании. Аня почти ничего, как обычно, не ела. От ломтика жирного омара её чуть не стошнила, зато выпила почти бокал сладкого, терпкого, очень вкусного вина. Егор попробовал кормить её со своей вилки, но она с таким умоляющим выражением лица пролепетала. «Ой, пожалуйста, не надо!» Что у него тоже пропал аппетит. В этот момент скрипач на подиуме поднёс к арту микрофон и торжественно провозгласил. «Сейчас мы рады приветствовать дорогого гостя из Череповца, который завернул к нам на огонёк Мишаню Григориянца по кличке Чинарик. Миша, прими в подарок свою любимую мелодию — «Маэстро». За одним из столов поднялся невысокий крепыш с чёрной угреватой мордой, от которой за версту разило преступлением, Шурко, ухмыляясь, раскланялся на все стороны. Зал жидко поаплодировал. Чинарик на самом деле был известной личностью. Недавно его показывали по телевизору. В интервью итогом он сообщил, что собирается на будущий год баллотироваться в губернат. В ответ на довольно ехидный вопрос ведущего, снято ли с него обвинение в трёх заказных убийствах, Мишаня обрушился с такой дикой руганью на Министерство юстиции и на коммунофашистов, что пришлось включить рекламу. «Ну, что я говорил?» — обрадовался Егор. «Самая элита!» «Только мы с тобой здесь по недоразумению. Ты согласна?» «Да. Ты хоть как меня зовут помнишь?» «Ведь ни разу не назвала по имени. А может, не узнала?» «Я не сумасшедший. И кто я такой?» «Мой бывший жених. На спокойном лице ни смущения, ни волнения, но Егор встрепенулся, какая длинная речь. У него эти её да, нет, уже в ушах навязли, как затычки. На радостях осушил бокал вина». «Почему же бывший? Не только бывший, но и нынешний. Всегдашний. Хочешь, завтра подадим заявление? Ну, вообще-то, спешить некуда. Можно подождать немного. Давай послезавтра, ага?» Хотел развеселить, а вышло хуже. Ломким, как слюда, голосом Анечка попросила. «Не издевайся надо мной, пожалуйста». У него аж сердце осело. На сцене начались приготовления к стриптизу, поставили гимнастические стойки с разными приспособлениями, выдвинули несколько высоких пуфиков и узкую кушетку. «Голых баб хочешь посмотреть?» — спросил Егор. «Нет. Тогда посиди минутку, я наверх сбегаю». «Да». Он поднялся в номер, надел куртку, для Анечки прихватил теплый плащ, подбитый мехом, решил ее прогулять по Москве. Из дверей зала понаблюдал за ней. Анечка сидела за столом, прямо и неподвижно. За пять минут не сделала ни одного движения. К ней подходил Володя-официант, о чем-то спрашивал. Она что-то ответила, не поворачивая головы. Егор перехватил официанта по дороге на кухню. «Володя, о чем говорили?» «С вашей дамой?» «Да». «Предложил мороженое ананасовое. Она отказалась». «И все?» Вышкаленный официант изобразил удивление. «О чем вы, Егор Петрович?» «Ладно, отбой». Вывел Аню на улицу. Она держала его за руку, уставившись себе под ноги, словно боялась споткнуться. Вечер стоял удивительный, будто слепленный из чистого снега небесных чернил и электрического разноцветия. Чуть морозный, томительно свежий. Возле черного БМВ на стоянке околачивался Гена Пискарь, нанятый порученец. «Тебе чего?» Пробурчал Егор, недовольный. «Да так. Был рядом, заскочил, вдруг чего надо. В номер позвонил, там глухо». «Давай дальше, не темни». «Да я что?» Гена смущенно улыбался. «Саня Кудрин интересуется. Встреча отменяется или как?» «Опять двадцать пять. Ну чего по-пустому базарить? Будет нужда, сойдемся». «Ты натрепал, что у меня бабки крутые, зря, Генчик. Смотри, не промахнись». Налетчик затрясся, растопырил пальцы. «Падлый буду, Егор. Про бабки речи не было. Что ты номерной, да, предупредил, а как иначе? Я на него и шачу. Ты сегодня здесь, завтра тебя нету. С Саней мы третий год масть держим, причем место бойкое, обустроенное. Всякие охотники лезут, как на мед. Ты учти, тоже санины опасения». «Я проездом в Москве», — успокоил Егор. «Скажи лучше, Гена, ты джентльмен или кто?» «Ну, допустим», — удивился налетчик резкому крену в разговоре. «Чего это меняет?» «Ничего не меняет». «А как-то неучтиво. Я вышел с девушкой на прогулку. А может быть, у нас какие-то свои планы. И вдруг ты появляешься без предупреждения. Так и заикой недолго остаться». «Понял. Извини». Налетчик расплылся в сладострастной ухмылке, отступил на шаг и канул в темноту, как привидение. Во все время разговора Анечка стояла неподвижно, будто задремала. Но руку Егора держала крепко. Тепло ее маленькой ладошки кружило ему голову. Он привез ее на Воробьевы горы, чтобы показать ночную Москву с высоты птичьего полета. В двенадцатом часу на смотровой площадке было многолюдно, шумно, будто на свадьбе. Однако во всяком нынешнем чумовом веселье чуткое ухо легко угадывало звуки истерики. Много накуренной полупьяной молодежи, грубки растерянных иностранцев со своими кинокамерами, тщетно пытающихся понять, куда их занесла нелегкая, на вечернюю экскурсию или в воровскую малину, целующиеся у всех на глазах с каким-то демонстративным азартом представители сексуальных меньшинств, бомжи с черными сумками через плечо, шныряющие под ногами оборванные малолетки-беспризорники, предлагающие любые услуги за мизерный барыш, и ко всему три или четыре прелестных пони с высокими седлами, в полном унынии катающие по кругу не детей, а гогочущих, ржущих пьяных молодых дебилов. Все это вместе действовало угнетающе на человека, если он еще не до конца приобщился к западной цивилизации. Егор засмотрелся на освященные купола храма, утонувшего в глубине набережной, и ему почудилось, что все вокруг мираж. Это смутное ощущение возникало у него не в первый раз и оставляло в душе горький осадок. Они стояли у парапета, внизу переливался, светился огнями великий город, и оттуда, снизу, из призрачного волшебного мерцания, вместе с ледяными порывами ветра, изредка доносились словно глубокие тяжелые стоны. Разве это тоже не сон? Анечка жалась к нему, как собачонка, боящаяся потерять хозяина. — Погляди, — он провел рукой над городом, — какая сказка! — Тебе нравится? — Мне страшно, — прошептала она. — Отвези меня, пожалуйста, домой. Если бы он знал, что она имела в виду, где теперь ее дом, и где его дом, в маминой квартире, как сказал Мышкин, обосновался один из соратников Рашидова со всем своим кланом — сыновья, братья, наложницы. Чтобы удобнее разместиться, согнали аборигенов с двух этажей, сломали все перекрытия, подняли полы и оборудовали двухэтажные апартаменты с роскошными спальнями, с рабочими кабинетами, напичканными супертехникой и приемным залом, где при желании можно устраивать балы. Официально все это было зарегистрировано как международная инвестиционная компания «Эллингтон Блюз» и посредники. Чем непонятнее, тем вернее. Сквозь ликующую толпу он вывел Анечку к храму, но на дверях висел чугунный замок. — Жаль, — сказал Егор. — Хотел свечку поставить за матушку. — Хотя не знаю, как это делается. — А ты верующая, Ань? Задрожав, она ответила, — — Пожалуйста, не спрашивай. Полиповая Леви, освещенная квадратными фонариками, побрели вверх к университету, хотя, наверное, разумнее было сесть в машину и вернуться в отель. Ну, куда торопиться? Впереди бесконечная ночь. Он будет засыпать и просыпаться, каждый раз натыкаясь взглядом на сосредоточенное, строгое, с распахнутыми очами, драгоценное девичье лицо. Тоска выедала ей внутренности, как серое тля. Он опять не удержался, спросил, — Аня, может, все-таки расскажешь, что они с тобой сделали? Будет легче, когда расскажешь. — Нет. — Почему? — Ничего со мной не делали. — Ну, как не делали? — изумился Егор. — Они же тебя мучили, пытали, кололи. — Ну, пожалуйста, прошу тебя, не надо. Что не надо? Не надо вспоминать. Умоляю. Егор пожал плечами, развернулся и повел ее обратно к машине, оставленной у автобусной остановки. Возле БМВ копошилась группа подростков, человек пять. Двое, хохоча, отталкивая друг друга, пытались открыть переднюю дверцу. Остальные, сев в кружок на ледяную землю, свинчивали заднее колесо. Сигнализация надрывалась, не умолкая, но за общим шумом вечернего праздника ее почти не было слышно. Егор прислонил Анечку к бетонной тумбе, велел подождать, сам приблизился к машине. — Эй, пацаны! — окликнул. — Случайно адресом не ошиблись? Двое, которые отпирали дверцу, похожая ручным напильником, оглянулись, разом подпрыгнули, свизгливым ржанием метнулись к кустам и сгинули. Но трое на земле продолжали упорно трудиться, не поднимая голов. Это его задача. — А вы что, господа, разве такими ключами это колесо снимешь? Один из угонщиков все же оторвался от дела, хмуро поглядел на него снизу, личико маленькое, свекольного цвета. Тебя, — они спросили, — проваливай пока цел. — Так это же моя машина. Почему я должен проваливать? Мальчишка поднялся на ноги, двое других по-прежнему пыхтели над колесом, будто ничего не случилось. — Точно? Твоя? — Ну, а чья же еще? — Покажь документы. Что-то с этим пареньком и с двумя другими неладно. Но Егору не досуг было разбираться. Анечка мерзла в одиночестве у каменной тумбы. Позволить себе слишком резкие телодвижения он тоже не мог. Она наверняка за ним наблюдала. Нельзя ее пугать. — Пацаны, не доводите до греха. Убирайтесь по-хорошему. Один из пареньков, трудившихся над колесом, злобно вскрикнул. — Вот сучий потрох! Резьба срывается. Палец порезал. — А ты не спеши, — посоветовал ему приятель. Не с такими тачками управлялись. Мальчишка со свекольной рожицей, гнусно ухмыляясь, сказал Егору. — Документов нет, значит, не твоя. — Будешь базланить, Гарик позовем. Он тут неподалеку. Мы же не сами по себе. Гарик объяснит, где можно ставить тачку, где нельзя. Порядок для всех единый. — Всякому терпению есть предел, — решил Егор. Он словил маленького наглеца за ворот куртки, немного потряс и отвесил плюху, которая донесла бедняжку аж до автобусной остановки. Потом нагнулся, ухватил двух тружеников-малолеток за шкирки и волоком по газону дотащил до спуска в неглубокий овраг, куда и отправил одного за другим. Ну что еще он мог им предложить? Анечку застал в том же положении, в каком оставил. Прислонившись к тумбе, она, казалось, что-то нашептывала сама себе с полузакрытыми глазами. Он обнял ее за плечи, бережно довел до машины. В номере Анечка вздохнула с явным облегчением, лицо на миг прояснилось. Это была не улыбка, но какое-то слабое подобие интереса к жизни. Можно я лягу, Егор? Чайку не хочешь попить? С пирожными? С шоколадными конфетами? Нет. Тогда в ванную и никаких отговорок. Зачем? Испугалась Анечка. Как зачем? Все девушки на ночь подмываются. И потом горячая вода, мыло, голову помоешь, сразу станет лучше. Аня надула губки, сопротивляться у нее не было сил. Но он наполнил ванну, вбухал туда пузырек какого-то необыкновенного французского бальзама, пустившего по воде облака нежной розовой пены, помог Анечке раздеться и поддерживал ее, пока она переступала край жемчужной раковины и усаживалась в ароматное облако. На упругом стройном с золотистой кожей теле не заметил следов побоев и даже точек от уколов не обнаружил, что было странно. Анечка ничуть не стеснялась своей ноготы. Его прикосновения ее не смущали. Она в ванне, поудобнее устроившись, попыталась задремать. Егор намылил большую синюю поролоновую губку и начал осторожными круговыми движениями растирать ее спину, массируя, захватывая поочередно позвонок за позвонком. Анечка свесила голову на грудь, утопив груду пепельных волос в воде и не издала ни звука. Но он чувствовал, что ей приятно. Увы, надолго его не хватило. Внезапно острый кинжальный приступ желания сковал мышцы, и он, бросив губку, опустился на белую табуретку, задыхаясь, почти ослепнув, чтобы прийти в норму, вызвал к жизни видение далекой лесной хижины старика-учителя, сидевшего с трубкой на крылечке, и, наконец, улыбнулся, заметив вылетевшего из кустов гирея, бешено, как пропеллером вертящего хвостом. Открыл глаза, Анечка так и сидела, опустив голову, укутанная космами волос, как ширмой. — Эй, — позвал Егор, — ты спишь? — Нет, глухо, как из ям. — Тебе хорошо? — Да. — Ничего не болит? — Нет. Со второго раза все-таки вымыл ее всю и не поддался искушению, за что мысленно себя похвалил, но сердце щемило, ох, как щемило. Напоследок промассировал розовые и неожиданно твердые ступни куском пемзы, потом ополоснул Анечку под душем, стараясь не прикасаться к сокровенным местам, укутал в голубую махровую простыню и отнес в спальню, уложил, подбил повыше подушку, укрыл одеялом, отступил на шаг, присмотрелся, остался доволен результатом. — Ты очень красивая, — сказал убежденно, — ты самая красивая женщина, каких я только видел, включая и в кино. Загадал, если улыбнется, то... Она не улыбнулась. Безмятежно разглядывала противоположную стену, от которой ее силком оторвали на несколько часов. Егор спросил, — Что ты там хоть видишь-то, скажи? — Может, чего интересное? — Знаки судьбы? — Нет. — Не передумала насчет чая? — Нет. — Хочешь поспать? — Да. Он погасил верхний свет, оставил мерцающую елочку ночника на полу, пожелал спокойной ночи. Она не ответила. Так они всегда прощались на ночь. И все же он решил, что сегодня удачный день. Первое. Несколько раз, пять или шесть, Анечка произносила и без всякого напряжения длинные осмысленные фразы. Второе. Не окостенела и не потеряла сознание, когда на стоянке из темноты на них выскочил гена-пискарь. И третье. Помылась с удовольствием и даже покряхтывала, как маленькая старушка, когда он слишком сильно нажимал на губку. Егор не сомневался, что дело неуклонно, хотя и туго шло к неминучему выздоровлению. Что бы ни молол языком профессор Палач. Главное поскорее увезти ее из Москвы. Жакин в два счета поставит ее на ноги. Там, на природе, среди гор и лесов, окруженные нормальными людьми, она через день сама запоет, как птичка, не понадобятся никакие лекарства. С умильной улыбкой Егор представил живописную группу, мудреца Жакина, неутомимого охотника Герея, юную, изумительную девушку в восторге, хлопающую в ладоши, и себя, благожелательно наблюдающего за ними со стороны. Из гостиной он позвонил Харитону Даниловичу по кодовому номеру, потом Лене Лопуху, хотел связаться и с Ларионовым, приободрить, добрым словом, но у того телефон стоял на постоянной прослушке, как у всех жителей Федулинска. Судный день был намечен на послезавтра, на субботу, и Мышкин, а после Лопух, уверили его, что все в порядке, подготовительные мероприятия закончены и никаких изменений не предвидится. Успокоенный, он около часа просидел перед телевизором, вольно развалившись в кресле, посасывая через трубочку молочный коктейль, который сам себе приготовил, как и в прежние вечера, только на одном канале случайно удалось поймать передачу на русском языке. По остальным программам крутили американские боевики и сериалы, или шла истерическая реклама, или извивалась в безумных клипах, как в падучей, стонущая, подвывающая, оголтелая попса, ведущая себя на экране, как на гинекологическом обследовании. В передаче шоу, которая шла почему-то на русском языке, длинноволосый сухопарый, ведущий, похожий на крупного глиста, из которого пророс глист поменьше микрофон на шнурке, обсуждал с возбужденной аудиторией актуальнейший для мировой культуры вопрос о пользе или вреде для общественного здоровья группового секса. За то время, пока Егор не сводил с экрана очарованный глаз, мнение дискутирующих склонилось к тому, что пользы, разумеется, неизмеримо больше, всплеск дурной энергии, освобождение внутреннего эго, возвращение к первородным ценностям и прочее. А кто этого не понимает, не понимала одна девчушка с косичками лет двенадцати, ее привели на диспут родители. Тех остается только пожалеть. Егор сходил в ванную, почистил зубы, потом расстелил постель на диване, но прежде чем лечь, как обычно, заглянул к Ане. Он вовремя поспел. Аня стояла на подоконнике, неестественно крохотная в просвете огромного окна, и открывала раму, упорно раз за разом дергала за ручку, и, наконец, распахнулось окно в ночь. Егор перелетел комнату двумя прыжками, перехватил девушку за талию, сдернул с подоконника и, барахтающуюся, жалобно паскуливающую, отнес обратно на кровать, придавил к постели и крепко держал. Такого выражения лица, какой был у нее, он раньше ни у кого не видел. На него смотрели остекленелые глаза человека, который уже побывал в ином мире и убедился, что там намного лучше, чем на земле. «Пусти», — умоляла Анечка, — «пусти, пожалуйста, что я тебе сделала плохого?» У него горло заклинило, он с трудом выдавил, — «не покидай меня, Аня, любимая, не хочу жить, устала, не покидай меня», — повторил он, и в следующую секунду увидел, как открываются жалюзи женской души. Невыносимый ландышевый свет вспыхнул в ее очах, окрасил щеки голубизной, и хлынули два безмолвных горючих потока. Слез сразу стало так много, что ложбинка меж высоких стройных грудей быстро наполнилась, и ладони у Егора намокли. Он отодвинулся к спинке кровати, чтобы ей не мешать. Анечка смотрела на него, не отрываясь, а слезы все струились, как если бы у двух краников одновременно сорвало резьбу. При этом она не издавала ни звука, жуткое молчание. Егор испугался, как бы она не вытекла вся, но опасение оказалось напрасным. Анечка зашевелилась, заерзала, подтянулась на подушке повыше, и глаза ее высохли так же внезапно, как прохудились. Заблестели, засверкали, словно омытые бурной весенней грозой. — Почему? — спросила она совершенно разумным, ясным голосом. — Объясни, раз ты такой умный и сильный, почему все люди живут, как люди, а меня превратили в грязную, вонючую половую тряпку? — Ну что ты, — успокоил Егор, — разве тебя одну? Нас всех посадили на кол. На шествие ничего не поделаешь. Я, конечно, виноват, что сразу не забрал тебя с собой, но два года назад я был полным кретином. Он не знал, уместны ли слова, говорит, но Анечка слушала внимательно. Она уже вернулась на землю из своих прекрасных грез. — А что же делать, Егор? — Ничего особенного. Нельзя впадать в отчаяние. Мы такую жизнь живем, какая есть, другой не будет. В России всегда тяжело простому человеку. Ну, вспомни, разве твоим родителям было легче? — Причем тут родители? Мне что делать? Кому я нужна такая? — Как это кому? — Мне нужна. Я же люблю тебя. Врешь. Как можно такую любить? Сам не знаю. Егор почесал затылок. Люблю, и все. Лучше тебя никого нет. Почему же ни разу не поцеловал? Боялся, что стошнит? Ты же все время спала. А сейчас? Я ведь не сплю. А сейчас просто не успел. Мы же чуть не утонули. Ты вон какое наводнение устроило. Он переместился поближе, наклонился. От Анечкиного лица несло жаром, как от печки. И когда он прикоснулся губами к ее сухому рту, их обоих будто шарахнуло током. Утром он опять позвонил Мышкину и попросил прислать Розу Васильевну татарскую чаровницу. Глава четвертая Утро не предвещало беды. Ясное морозное с пушистым снежком. Федулинск пробуждался туго, как мужик с тяжкого похмелья. С рассветом по городу прокатились уборочные машины. Гордость монастырского. Японские трейлеры, выписанные за счет пенсионного фонда. Рабочие в яркой коноречной униформе присыпали серой крупной солью кровавые лужи на асфальте. Мощными подъемниками сгребали в кузова горы мусора. Если обнаруживались целиковые трупы, их, по инструкции, доставляли в городской морг. Расчлененку везли в крематорий на окраине Федулинска. Но в последние полгода человеческая требуха, даже после массовых гуляний, попадалась редко. Город наводнили добравшиеся из Москвы полчища крыс-мутантов, огромных размером с кошку, гладкошерстных, с длинными заостренными мордочками и с красивыми зелеными фосфорицирующими глазами. Днем они отсыпались в подвалах, а по ночам выходили на уличную охоту на горе поздним гулякам. Городская коммунальная служба иногда специально на час-два задерживала выезд уборочных машин, чтобы дать крысам возможность получше управиться со своей общественно полезной санитарной работой. Чуть позже на улицах появились бомжи с полотняными сумками через плечо, крадущиеся вдоль стен предутренними серыми призраками собиратели хрусталя. Оживились городские помойки и свалки. Туда со всех сторон потянулись с виду вполне приличные люди. В окнах домов кое-где вспыхивал электрический свет. Домохозяйки из среднего класса приступали к приготовлению завтрака. Морковный чай, поджаренные черные гренки, повидло из ревеня. Радуясь новому дню, то тут, то там затявкали бродячие собаки, уцелевшие после ночного крысиного набега. По местному телевидению началась трансляция 450-й серии восхитительного латиноамериканского сериала «Клариса, дочь любви». Обычная суббота, не сулившая никаких особых потрясений. Но уже в половине десятого в загородной резиденции Хакасского раздался телефонный звонок, хотя самый занюханный чиновник из городской администрации знал, что раньше полудня беспокоить хозяина нельзя. Нарушить табу мог осмелиться лишь один человек в городе, и разбуженный в неурочное время Александр Ханович не сомневался, что это он и есть. Звонок трезвонил минут десять. Хакасский не торопился снимать трубку. Чего потерпит, невежа. Сперва спихнул на пол притаившуюся под боком серийку Аврулью неудачная замена Анютки, по которой Александр Ханович до сих пор тосковал. Классная все же была славяночка, хотя и оказалась змеей. А эта новенькая — смуглый зверек, и не более того, неинтересно препарировать. Ищи, не ищи, души-то нету. Потом сделал серию дыхательных упражнений, предписанных гуру Мануилом, домашним лекарем, закурил ароматную египетскую сигарету и, свесив голову с высокой постели, грозно цикнул на ушибленную девицу. — Ползи отсюда, тварь, быстро, ну! Фаворитка Серийка не посмела встать на корточке, выполнила приказ буквально и, извиваясь шоколадной ящерицей, мгновенно исчезла за дверью. Только после этого Хаккасский снял трубку, недовольно пробурчал. — Чего тебе приспичило, Рашидик, в такую рань? — Черт, что ли, донимают? — Рашидова черти не донимали, но новость, он сообщил, действительно бодрящую. Как десять чашек крепкого кофе. Среди заброшенных, выстуженных корпусов бывшего НИИ Беркут собралась довольно большая толпа, не менее тысячи, и народ все прибывает. Необычное скопление аборигенов ничем не напоминает голодную тусовку. Скорее, это похоже на приготовление к праздничной демонстрации. Одно из тех, какие показывают по телевизору в политической передаче страницы большевистского ига. Толпа вполне организованно выстраивается в колонны со знаменами и духовым оркестром. Знамена разных цветов — зеленые, голубые, алые, с надписями. Первое конструкторское бюро, второе конструкторское бюро, отдел атомной энергетики, высокие технологии и дальше в том же духе. Настораживает, что в толпе почти не видно счастливых смеющихся лиц. Напротив, какие-то портретно неустановленные личности шныряют по рядам и выкрикивают бессмысленные угрозы в адрес властей. Скорее всего, не местные. Но быдло поддерживает провокаторов сумрачным одобритным гулом. По разговорам можно понять, что манифестанты собираются на городскую площадь на митинг, где ожидается программное выступление маньяка Ларионова по кличке Лауреат. Хакасский слушал раздраженные бурчания начальника безопасности и ушам своим не верил. — Рашидик, это что, бунт? — Какой бунт? Зачем бунт, Саня? — возмутился Георгий Иванович. — Пошлю взвод с пулеметами. Положат все к чертовой матери. Обнаглелись сявки. — Да погоди, не торопись. Хакасский немного подумал. — С Шульцем говорил? — Нет нигде твоего Шульца. — Как это нет? А где же он? — Ну, откуда знать, Саня? Отберет свою манекенщицу старый козел, потом дрыхнет десять часов подряд и трубку не берет, паскуда. Когда надо, ни по чем не сыщешь. Зря ты, Саня, с ним носишься. Что у нас своих докторюк не хватает? Я тебе завтра из зоны трех Шульцев доставлю, а этого на прививку. Любопытно, любопытно. Хакасский заулыбался, предвкушая большое развлечение. Вот что, Гога, слушай внимательно. — Приводи своих нукеров в боевую готовность. К площади подгони десяток самоходок. Ну, тех с широкими гусеницами. Но ничего пока не предпринимай. — Почему, Саня? Чего ждать? Их учить надо сразу. Нет, не надо. Это какой-то сбой в программе. Хочу отследить до конца. Через часик подскочи в офис. Пришли туда Монастырского и Шульца, если найдешь. Да, санитарную бригаду тоже гони в центр, но никаких НО-ГО-ГА. Чувствую, повеселимся сегодня на славу. Зачем портить праздник спешкой? Согласен, старина. — Не нравится мне все это, — буркнул Рашидов. Им обоим в страшном сне не могло померещиться, что этот мирный разговор между ними последний. В эту ночь Леня Лопух покемарил от силы два-три часа. На вечерней сходке в вагончике Мышкина, куда явился и Егор Жемчужников, еще раз обсудили все малейшие детали. Город брать — не арбуз кромсать. Но теперь Леня поверил, что это реально. Силы неравные, но на их стороне внезапность, азарт и ненависть. Очень важно, чтобы в последний момент не вильнул в сторону колдун. У Никодимова люди отборные, практически неуловимые, замаскированные большей частью под бомжей и проституток. Среди них ни одного привитого, зато много таких, кого уже убивали, вычеркнутых изо всех ведомостей и компьютеров. Егор почему-то не верил колдуну, но Мышкин поклялся, что постаревший бугор не продаст. — Позже, может быть, но не сегодня, — сказал Харитон Данилович. — Они ему самому на пятки наступают. После Лопух объезжал одного за другим своих помощников, спецназовцев, побратимов, с которыми, начиная с Афгана, пуд соли съел, покалеченные, вываренные в крутом кипятке трех войн, а после брошенные на произвол судьбы. Они все еще годились для ратного дела и радостно встречали командира, веря в его удачу. Когда он, закончив инструктаж, упоминал размеры премиальных, у всех одинаковые, с людяной пленкой туманились глаза. Обнищали герои. Но основную часть задания Лопух собирался выполнить один. Так он поступал всегда в решающих ситуациях. Не глупая бравада им руководила, а точный расчет. Лишние люди всегда увеличивают риск неудач. Сегодня этот риск должен быть сведен к минимуму. От успеха его действий зависела вся операция. Но не только это важно. В душе Леня тихо радовался тому, что представился случай. Он уже и не мечтал о таком. Поквитаться не с какими-то отдельными личностями, а показать кукиш самой злодейке судьбе, которая, если честно сказать, часто бывала к нему неблагосклонной. Как уж он ее не улещал. Свой старенький жигуленок Леня оснастил в гараже еще днем, но его немного беспокоило, что проверить устройство не было никакой возможности. Подрывную науку он освоил когда-то неплохо. У него были хорошие учителя, но заниматься чем-то подобным ему давно не приходилось. Впрочем, штука-то не хитрая. Вся начинка привозная, фирменная, даже с заводскими пломбами, аналогичная, как он прикинул, пятистам граммам тротила. Ему оставалась лишь установка, контакты, настройка вектора взрыва. Около четырех утра, тихой сапой, не включая даже габаритных огней, в кромешной тьме подкатил к заранее намеченному месту, на поиске которого потратил три дня. Стараясь не шуметь, убрал с проезжей части несколько фанерных ящиков и воткнул «Жигуленок» рядом с припаркованной старой «Волгой». Она тут, похоже, стояла с прошлого столетия, вся раскуроченная, со спущенными колесами, носом к мусорному баку. Получилось все как надо. Утром на свету, если кто-то бросит в эту сторону любопытный взгляд, непременно решит, что старый «Жигуль» с выбитым передним стеклом, с погнутой дверцей, с пустыми глазницами фар, только и дожидается, как и «Волга», когда его железную тушу перетащат под кузнечный пресс. Декорации примитивные, но в Федулинске должны сработать. Все эти хваленые рашидовские гвардейцы от сытой и привольной жизни, не встречая ни в ком сопротивления, давным-давно утратили всякую бдительность. Посидев в машине с полчаса, чутко прислушиваясь, не обратил ли кто-нибудь внимания на его появление, Леня Лопух, светя фонариком авторучкой, установил стрелку на табло зарядного устройства в положении «Зеро» и бесшумно выбрался наружу. Улица Тухачевского, дом 7. Только по ней Гога Рашидов ежедневно из своего особняка в земляничном тупике выезжает в город, начиная утренний объезд объектов. Он скрупулезен, точен и никогда не меняет своих привычек, как и положено большому человеку, начальнику службы безопасности, выбившемуся в высшее общество из, смешно сказать, «Заурядных урок». Неизвестно, кому подражал Рашидов, очутившись в привилегированной тусовке Феликсу Дзержинскому, Берии или, как нынче модно, диктатору Пиночету, но Леня ни разу не видел его в несвежей сорочке, без галстука или в помятом костюме. Он всегда респектабелен, застегнут на все пуговицы и непреклонен к врагам свободного рынка и прав человека. Леня погладил Жигули по теплому капоту, попрощался со старым надежным товарищем и, осторожно перейдя в улицу, свернул к трансформаторной будке, возле которой притулился скособочись деревянной сыроюшка непонятного назначения. Когда-то, возможно, здесь была дворницкая или кладовка, но сейчас сарай был доверху забит бумажными мешками и еще всякой железной и пластиковой дрянью, потерявшей приметы своего прежнего функционального предназначения. На перекошенной двери болтался для видимости замок, подобный тем, какие висят на почтовых ящиках. Накануне Леня без труда подобрал к нему ключ. В сарае он устроил себе лёжку. Засада идеальная. Сквозь щели между досками окрестности просматривались во все стороны, и улица Тухачевского лежала как на ладони, но заподозрить, что в похилившемся клозете притаился человек, мог только сумасшедший. Рашидов проезжал по улице всегда в одно и то же время, ровно в десять. По нему можно проверять часы. Как по прогуливающемуся философу Канту. Но даже если сегодня он выскочит из норы пораньше, всё равно лупуху предстояло ждать несколько часов. Из бумажных мешков он соорудил некое подобие кресла и, прикрыв дверь, спокойно уселся. В ноздри сразу хлынула, как пена, едкая затхлая вонь. Но он даже не поморщился. Это всё ерунда. Умение ждать сколь угодно долго, превратившись во фрагмент ландшафта и сохраняя способность к мгновенному выплеску энергии, вот, пожалуй, главное, чему он научился на войне. Это непростая наука, требующая полной самоотдачи. И тот, кто не сумел или не захотел ею овладеть, иногда лучший из лучших, как правило, погибал не своей смертью, не успев даже осознать, откуда за ним явился посланец. На импровизированную трибуну вскарабкался Савва Николаевич Бурундук, бывший замдиректора по кадрам. Многие из собравшихся на пустыре считали его давно усопшим и удивились, увидев на трибуне живым, здоровым и громогласным, как в былые годы, пусть и уменьшившимся в размерах. «Коллеги! Господа! Товарищ!» рявкнул он в микрофон, надувшись от возбуждения. «Сегодня у всех нас великий день. Мы пришли, чтобы предъявить властям законные требования. Их у нас немного, но они есть. Зарплата, пенсии, захоронение со скидкой для инвалидов труда доходит до смешного». На днях провожали Бориса Тихоновича из второго отделения. Здесь многие его знают. И у вдовы не хватило денег на целлофановый мешок. Пришлось закопать прямо в тренировочном костюме. Разве это нормально? Разве мы все не граждане великой державы? Всем миром сообща, мы отстоим свое право на достойную смерть. Терпение нашего народа не беспредельно, и мы им об этом напомним. Ура, господа! Толпа ничем не ответила, да его и слушали плохо. К бессмысленным публичным выступлениям Саввы Николаевича, общественников, фанатика, все претерпелись еще в старое режимное время. Лишь один женский голос истерично его поддержал. Ура, ура! Это была Матрена Степанна, супруга Бурундука. В прошлом директор городского общепита, а ныне усердная вокзальная поберушка. Среди скопившихся на пустыре людей вообще было мало таких, кто понимал, зачем они здесь. Вдобавок, многих трясло от непрекращающейся наркотической ломки. Но, простояв уже около часа на морозе, никто и не думал расходиться. Давно оказалось забытое, смутное чувство потерянного родства, общности всех со всеми, хорошо знакомое тем, кто, когда-нибудь, подняв воротник, шагал от дома к проходной, окруженный точно такими же, неузнаваемыми в сумерках, не очень выспавшимися и не очень приветливыми людьми, это чувство, сентиментальное и теплое, как грелка к больным ногам, удерживало всех на месте, заставляло сдвигаться теснее. Наконец, зычный мужской голос распорядился через микрофон. Начинаем движение. Предупреждаю, бояться нечего. Маршрут утвержден в мэрии. Просьба — не поддаваться на возможные провокации. В случае стрельбы всем падать на землю. Вперед, друзья! Духовой оркестр, подтянувшийся в голову колонны, грянул бессмертный марш славянки, и огромная в пять-шесть тысяч человек толпа медленно потекла по утренним улицам Федулинска. Ларионов сидел на автобусной остановке неподалеку от площади. Рядом жена Аглая. Он не хотел брать ее с собой, но она увязалась. Аглая сказала «Это наш последний день, Фома. Давай не расставаться». Он посмеялся над ее бабьей тревогой, у него не было дурных предчувствий. Вероятно, это происходило от того, что собственную возможную смерть он не считал чрезмерно грустным событием. Было ли из-за чего волноваться? Смерть такой же пустя, как насморк или лишний пинок. Есть и в мире вещи неизмеримо более важные. В этот праздничный день он прихватил с собой любимый плакат картонку на деревянном штырьке с надписью «Вся власть трудовому народу». Ларионов опирался на плакат, как на посох. Неподалеку покуривали на морозе двое скромно одетых молодых людей, и он знал, что это его личная охрана, присланная тем милым юношей, который навестил их на днях. «Знаешь, душечка», — сказал он жене, «я думаю об этом мальчике, который к нам приходил, и все больше склоняюсь к мысли, что он необыкновенный человек, наверное, герой, наверное, он тот, кто нам необходим». «Да», — спокойно отозвалась Аглая, «он похож на тебя, только моложе, мечтатель, романтик, фантазер. Всех вас сегодня передают как кур. Очень жаль». Как бы в подтверждение ее слов неподалеку остановился патрульный Бьюик, из него вылезли трое громил, подошли к сидящей на скамейке пожилой парочке, один сразу вырвал из рук Ларионова плакат и переломило колено, второй не сильно для острастки съездил по уху, но, к счастью, по оглохшему. «Все бузатеришь, лауреат, все никак не угомонишься», — дружелюбно заметил громила изуродовавший плакат, сияя кирпичной жизнерадостной мордой с выпученными от постоянного переедания глазами. «А что, если мы сейчас твою бабу при тебе оприходуем? Не понравится небось?» «Яйца отморозишь», — предостерег Ларионов. «Главное — свое достояние». Второй удар он получил в грудь ногой, и два ребра криво сросшихся больно укололи селезенку. Ларионов начал задыхаться, и Аглая бережно обхватила его за плечи, помогая разогнуться. «Ладно, поехали», — заторопился третий громила. «Попозже его заберем». Патруль укатил. Двое молодых людей подошли поближе. «Помощь нужна?» «Нет», — выдохнул Ларионов. «Спасибо, что не вмешались». «Молодцы». Сначала на улицу Тухачевского вырвались четыре мотоциклиста «Эскорт» Рашидова, и следом на расстоянии двадцати метров выдвинулся серебристо-голубой Линкольн-400. Сзади почти впритык два джипа «Сузуки» с отборными гвардейцами, личной охраной. В таком солидном сопровождении король города выезжал не потому, что опасался подвоха со стороны федулинцев, откуда в этом вонючем болоте, а из соображений престижа и для ублажения души. По этой же причине на его мощном Линкольне гудели, выли и раскручивались сразу четыре милицейские мигалки, две спереди, две над задними фарами. Саша Хакаский иногда беззлобно подтрунивал над его провинциальной склонностью к дешевой помпезности. Рашидов не обижался. Что может понять человек, взращенный в золотом коконе, про него абрека, с зубами, кулаками и башкой, пробившего стену в большой и прекрасный мир? Возлежа на просторном заднем сидении роскошной машины, Рашидов покуривал Анашу. Тоже привычка бездомной юности, никаких суррогатов. И предавался волнующим мечтам, хотя все чаще ловил себя на том, что мечтать ему в сущности больше не о чем. Леня Лопух подождал, пока мотоциклисты с ревом обойдут мусорные баки, и нажал кнопку пульта в тот момент, когда изящному продолговатому как акула Линкольну оставалось до его задрипанного Жигуля всего полкорпуса. Мина сработала безупречно, рванула так, что на улицу осыпались стекла изо всех соседних домов, перевернула и вытряхнула на асфальт перегруженные мусорные баки, Жигуль, ломаясь на куски, подпрыгнул и завис в воздухе, как летающая тарелка. Красно-бурый смерч ударил Линкольн в бок, перевернул, прижал к стене соседнего дома и поджег. Сзади за бампер зацепился на скорости джип с охраной и тоже перевернулся. Из него на асфальт посыпались бойцы, ошарашенные, еще не понявшие, что произошло. В мгновение ока тихая улочка покрылась ранеными людьми, огнем и ужасом. Из второго джипа примчался Лева Грек по кличке Душегоп. Командир личной охраны Рашидова и грозным рыком послал бойцов в круговую оборону. Опытный черт. Линкольн уверенно разгорался и с секунды на секунду должен был рвануть. Но Душегоп и тут показал себя умельцем. Рискнул поспорить с провидением. Бесстрашно шагнул к машине, рывком распахнул заднюю дверцу и, да быть-то неладен, за ногу вытянул наружу ничуть не пострадавшего, даже не обгоревшего Рашидова. Не пострадавшего все же сильно сказано. Рашидов пучил глаза, тряс башкой, будто укушенный, и нелепо размахивал руками, похоже, ничего не соображая. Душегоп обнял его за плечи и попытался увезти от машины подальше, но Рашидов с такой силой толкнул его в грудь, что оба повалились на землю. От лютой обиды у лопуха непривычно защипало глаза, как от дыма. С тоской он поглядел на расшатанные доски задней стены сыраюшки, на дыру, через которую собирался спокойно уйти дворами от места происшествия. Вышел он через дверь, подтягивая штаны, изображая человека, который только что помочился. У него был настолько безобидный, отрешенный вид, что бойцы оцепления в первую минуту не обратили на него внимания, то есть никак не связали появление неуклюжего мужичка из клозета с происшедшей трагедией. Леня не сомневался, что так и будет. Спотыкающейся бомжевой походкой он прошел сквозь них, как человек-невидимка. Первым узнал его Лёва Душегуб, поднявшийся на ноги рядом с копошащимся на четвереньках хозяином. Душегуб вгляделся удивленно, воскликнул «Не как ты, лопух!» И тут же, пронзенной догадкой, сунул руку в карман, но Леня был уже в шести шагах, и его реакция оказалась быстрее. Надежный калаш с обрезанным дулом из-под куртки удобно улегся ему в ладони, и тремя короткими прицельными очередями он буквально надвое рассек Рашидова, попытавшегося в последнее мгновение закрыть лицо руками, и заодно повалил на землю Лёву Душегуба с застрявшим в кармане пистолетом, потом развернулся и, злобно рыча, ведя себя в экстаз боя, выпустил весь магазин, построив сложную трассирующую фигуру, которую спецназовцы окрестили «Два веера» и «Баян». За эту боевую новинку в лучшие времена Лёню наградили бронзовой медалью и именными часами с надписью «От генерала Рохлина отважному солдату». Зазевавшихся гвардейцев огненные пряники пошибали с улицы, но многие из тех, что пошустрей, успели сориентироваться, нырнули за машины или хотя бы шлепнулись на брюхо. Теперь у лопуха душа не болела. Он честно отработал пятьдесят штук задатка. Бросив ненужный автомат, набрал полные лёгкие воздуха и рванул с такой скоростью, на какую только были способны тренированные мышцы. До багряной вспышки в глазах, до спазма аорты. Метров тридцать предстояло одолеть до проходной арки, а там закоулки дворы, изученная территория. Там он уйдёт. Но сложность была в том, что в рывке приходилось ещё петлять, чтобы не быть уж слишком удобной мишенью. Резкие прыжки в сторону сбивали ритм бега, и всё же ему удалось долететь до арки, словив всего одну пульку в левый бок. Это ерунда. После арки немного отдышался на медленном шаге и опять побежал, но уже ровным гимнастическим аллюром, как положено на длинной дистанции. Тупик у Рицкого, пустырь, проходной двор, лачуги бедняков. Дальше, дальше, дальше. Он не оглядывался. Лишняя трата сил. Бок тяжелел. Будто на левое плечо подвесили дополнительный груз. Ничего, обойдётся. Пока боль возьмёт своё, пока кровь, вытекая, источит силы, он дотянет до проезда Серова, где в армейском уазике поджидает верный товарищ Митя Хвощ. На бегу, как в любви, думал Лёня, главное — не споткнуться невзначай. Вторая пуля догнала его на спуске к площади дружбы народов и опять, как по заказу, угодила в левое плечо. Он поморщился с досадой. Ишь, какие целкие подонки! Ещё рывок, ещё усилия. И вот перед ним, чуть внизу, за стеной обнажённых лип, открылась чудная картина. Тихая улочка в бликах солнца, зелёный уазик, и рядом улыбающийся Митя Хвощ, поднявший руку в приветственном салюте! Что под люки? — прошептал пересохшими губами. — Догнали! Взяли, Лёню, лопуха! У вас на это кишка тонка! Он успел увидеть, как со странно изменившимся лицом рванулся к нему Митя, но уже не сознавал, что не бежит, а ползёт, протыкая головой невесть, откуда возникший столб огня. Смерть приходит к людям по-разному. К Лёне-лопуху она подступила почти неслышно. Глава пятая Известие о бандитском налёте на улице Тухачевского повергло Хакасково в замешательство. Устранение Рашидова кем, с какой целью, неудачно наложилось на всю эту непонятную заваруху в городе. К полудню ситуация сложилась такая. Большая масса Федулинской черни скопилась на Центральной площади. По подсчётам информаторов около 10 тысяч человек, и там шёл непрекращающийся митинг, причём выступления ораторов становились всё провокационнее, к требованиям зарплаты присоединились политические лозунги, наиболее забубённые головушки призывали немедленно закрыть все пункты прививки и передать власть мифическому комитету самоуправления, возглавить который якобы дал согласие тот самый юродивый по кличке Лауреат, которого доктор Шульц собирался транспортировать в Мюнхен. Смех и грех, честное слово. Кто только их подзуживал. Совершенно невероятной, неподдающейся логике мутация биомассы казалась умиротворённой навеки. Как объяснить всё это Иллариону Всеволодовичу? Ну, разве что лишний раз повторить, что красно-коричневого духа из россиян не выклотишь, и потому все гуманные половинчатые меры, принимаемые им же на пользу, всё равно будут приводить вот к таким непредсказуемым вспышкам общественного безумия. Сколько ещё придётся потратить усилий, денег, интеллектуальной энергии, чтобы мир уяснил окончательно «хороший россиянин — это только мёртвый россиянин». Митингующую площадь оцепили тройным кольцом спецчасти Рашидова, подтянули технику, включая газовые установки Тромш-21, новинка натовских умельцев, но проблема заключалась в том, что после дезертирства Георгия Ивановича, а как иначе назвать его смерть, некому отдать команду о радикальной ликвидации бунта. Пусть бунт, пусть. Заместитель Рашидова генерал Гриня Фунт, хотя и был вором в законе, но не обладал таким авторитетом, чтобы головорезы чистильщики выполнили его приказ, не потребовав гарантий. Гарантии, конечно, можно дать, к примеру, по штуке нарыло авансом, но все это потребует лишнего времени. Хакаскин утром чуял, что как раз время его поджимает. По мобильному телефону он связался с Гекой Монастырским. У того новости тоже были неутешительные, и не просто неутешительные, а какие-то несуразные. Утром он пришел на работу, вскоре получил известие о начавшихся на окраине Федулинска беспорядках, вызвал машину, чтобы на месте разобраться, что там происходит, но оказалось, что здание заблокировано его личной охраной, и он очутился как бы под домашним арестом, о чем ему высокомерно сообщил полковник Брыльский, которому он доверял как маме родной. Это настолько не укладывалось в голове, что несколько минут Монастырский просидел в прострации, потом рыпнулся звонить туда-сюда, но убедился, что и связь с внешним миром отключена. Первым, кто к нему прозвонился за все утро, был Хакасский. Дальше, больше час назад, в кабинет ворвалась группа разъяренных граждан и положила на стол челобитную. В этой Филькиной грамоте, отпечатанной на машинке и подписанной каким-то комитетом по спасению Федулинска, ему предлагали подписать акт об отречении и передать власть этому самому загадочному комитету. Один из ворвавшихся сухонький мужичок в очках на веревочных петельках злобно предупредил на размышление полтора часа, «Потом пеняй на себя». Тут же вся депутация воздев к небу кулаки хором заревела «Смерть тиранам! Смерть тиранам!» Мне кажется, Александр Ханович пожаловался в трубку монастырский, «Все это очень напоминает военный переворот». По его тону Хакасский понял, что градоначальник обмочился со страху и помощи от него ждать не приходится. Но все же поинтересовался. Ну, не будь придурком, Гека, соберись с мыслями. Что с милицией? Она тебе подчиняется? Боюсь, что нет. Горка весь ними в толпе с этими подонками. Я в окно видел? Ну, пошевели мозгами, кто есть в резерве. Ужасно, Александр Ханович. Они же все сумасшедшие, особенно этот, который в очках на петельках. Гека, ты слышал, о чем я спросил? Да, конечно. Представляете, они, кажется, изнасиловали мою секретаршу Юлечку, ведь она совсем дитя. Что с нами теперь будет, Саша? Хакасский вырубил связь, отрешенно улыбался. Вот, незадача, похоже, пора уносить ноги. В этом особняке он, разумеется, в безопасности, надежная охрана, бетонный забор с двумя пулеметами на вышках. Но надолго ли? Если быдло действительно взбунтовалось, оно рано или поздно хлынет сюда, как весенняя грязь, просочится в щели, выломает решетки в окнах. Уж известно, как это бывает. Да, отчитаться перед Куприяновым за провал будет трудно, но старик тоже не без греха. Хакасский с самого начала настаивал на радикальном решении, на палм, бактериологическая акция. Да мало ли, на Иллариан Всеволодович по слабости характера склонился к более мягкому, эволюционному варианту. Впрочем, еще надо выяснить, провал ли это. По некоторым признакам, за всем происходящим ощущалась чья-то целенаправленная злая воля, мозговой удар. Вопрос в том, чья это воля. Однако, при сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая дезертирство Рашидова, разумнее отступить, отодвинуться в тень на заранее, так сказать, подготовленные позиции. Он вызвал звонком мажордома, бесценную Зинаиду и отдал кое-какие распоряжения. Вынужден отлучиться на несколько дней, никакой паники, за сохранность имущества и всего остального отвечаешь головой Зинаида. Преданная, как собака, женщина смотрела на него влюбленными глазами, но в них блеснули слезы. — Вернетесь ли, Саша? — А куда я денусь? — беспечно махнул рукой. — Сколько мы с тобой вместе путешествуем? — Пятнадцать лет, Александр Ханович. Ну вот, видишь, и дел еще не в проворот. Ну ладно, ступай, не хватало твоей слякти. Женщина склонилась в поясном поклоне, поцеловала его руку и исчезла. Хакасский переоделся в дорожное платье, шерстяной свитер, куртка на меху, теплые кожаные штаны, проверил походный чемоданчик, оружие, ампулы с ядом, туалетные принадлежности, некоторые документы и на всякий случай несколько пачек валюты. Больше ни с кем не стал прощаться, даже не позвонил дежурному смены на пост. Зинаида сама распорядится отменно. Открыл потайную дверцу в стене и на лифте поднялся на крышу. Здесь, на специально оборудованной плоской бетонной площадке, под брезентовым навесом, поджидал верный друг, двухместный спортивный вертолет Рек-16, дорогой подарок братьев из Ленгли, непременный спутник всех его передвижений по миру, послушная безотказная машина с забавным утиным носом и золотистыми лопастями. Хакаски относился к ней как к живому существу и в одиноких полетах нередко беседовал с ней как с добрым попутчиком. Он уже распахнул пилотскую дверцу, когда из запечной трубы вышел человек в точно такой же, как у него, куртке, в спортивных брюках Адидас, но без чемодана, вместо которого держал в руке пистолет, направленный Хакасскому в лоб. — Полетаем, Саня? — весело спросил незнакомец. Хакаски тут же его узнал, тот самый молодой человек, который устроил безобразный дебош на спортивном празднике и чуть не оставил Хакаскова инвалидом. Но ведь Рашидов доложил, что его бойцы догнали хулигана, и Лева душегуб его кокнул. Выходит, обманул, зараза! — Как ты сюда попал? — задал он глупый вопрос. — По воздуху. — Ну, поднимайся, Саня, поднимайся. Давай, полетай. Ты же куда-то собирался? Хакаски не испугался пистолета. Если бы он боялся таких вот оружных мальчуганов, то, наверное, сидел бы тихонечко в каком-нибудь банке, а не занимался мессианским покорением густо заселенных территорий. Но все же ему стало как-то не по себе, и рука, сжимавшая вертолетную стойку, онемела, выражение глаз этого парня его гипнотизировало. Сердечной истомой наполнилась душа, с каждой секундой томление усиливалось. Хакаски не кстати вспомнил, что точно такие же странные ощущения испытывал в детстве, когда оставался один в темной комнате, где по углам копошились неведомые чудовища. Помешков, он поднялся в кабину и расположился в кресле пилота. Незваный гость, как приклеенный, уже сидел во втором кресле. Ну, давай, заводи, Саня. Хакаски щелкнул тумблером, проверил показания приборов, количество горючего. На нежданного попутчика не глядел, сказал, не поворачивая головы, брезент надо снять, поди сними. Ага, сейчас. Парень соскочил на площадку и, Хакаски с облегчением, потянулся за своим чемоданчиком, поставленным за кресло и обомлел. Только что был чемоданчик, а теперь его нет. Стягивая брезент, Егор весело помахал рукой, жест означал только одно «Вижу, вижу, Саня, чего ты ищешь?» Хакаски еще торкнулся туда-сюда, за спину, под кресло, кабину маленькой, негде исчезнуть чемоданчику. Тем не менее, исчез. А там все необходимое, чтобы выразумить негодяя, напустившего на него потусторонний морг. Хакаски бессильно откинулся на спинку кресла, трясущимися пальцами угодил сигаретой в нос. «Летим!» «Саня!» подбодрил Егор, опять очутившись рядом. «Ну, что ждешь? Небо зовет! Гляди, какой выдался славный денек! Ни одного облачка, а?» «Чемодан куда-то делся с документами. Ты не брал? Какой чемодан, Саня? Тебе больше никакие чемоданы не понадобятся. Ты что, разве не понял? Что имеешь в виду? Судный день, Саня, судный день. Ах, так. И судья это ты? Нет, я только исполнитель приговора». Умелый пилот Хакаски плавно оторвал машину от крыши, сделал прощальный круг над опустевшим городом, завис над площадью. С высоты ста метров можно было отлично видеть, какой там разворачивался спектакль. Огромная возбужденная толпа теснила вооруженные гвардейские цепи, выдавливала в переулки. Вояки Рашидова отступали без паники, сохраняя строевой порядок, но явно не собирались оказывать сопротивление. Нападавшие уже захватили несколько БМП-шек и как пчелы гроздьями оплепили два танка. На трибуне раскачивался в унисон с движением толпы какой-то человек в солдатском ватнике. Что-то грозно рыкал в мегафон, и Хакаски не столько узнал, сколько догадался, что это любимый пациент доктора Шульца. «Что все это значит, объясни?» потребовал Хакаски. «Прикуп ты не угадал, Саня. На прикупе прокололся». «Это же бессмысленно. Неужели не понимаешь?» «Выхлопные пары. опять придется проводить дезинфекцию». «Придется, но уже не тебе. Ты, Саня, не учел одной важной вещи. В этом городе ты построил маленькую империю, немного поцарствовал, но забыл, что такие империи рассыпаются, когда уходит император. Они непрочные, Саня. Это замок на песке». Не отвечая, Хакаский набрал высоту. Взял направление на Москву. Он почти успокоился, хотя расслабляющее томление, будто в башку напихали мекины, не проходило. Он уверял себя, что это всего лишь чей-то нелепый, мерзкий розыгрыш, блеф, который ничем серьезным грозить не может. «Не знаю, кто ты, сказал печально, но мне тебя даже жалко. Ты не понимаешь, на что замахнулся. Слишком молод, чтобы это понять». «Ничего, пойму когда-нибудь». Под ними проплывали черные подмосковные леса с белыми оконцами озер, проскальзывали города, деревни, все заснеженное, серое, угрюмое. Тот самый пейзаж, который всегда вызывал ухакасского отвращения. В таких местах, в чащобах и обжитых селениях не могли жить люди. Там прятались звероподобные существа, так и не шумевшие очеловечиться за долгие века эволюции. Наконец открылись многоэтажные, однообразные, как склероз, пригороды Москвы. «Куда тебя доставить?» устало спросил хакаский. «На реку сядем, на Москву реку, вон она, видишь, петляет». «Да ты что?» удивился хакаский. «Лед не выдержит». «Слабый еще лед». «Отлично. Сперва полетали, теперь поплаваем». Хакаский скосил глаза. Егор ему улыбнулся. «Это шанс, Саня, вдруг не утонешь? Вдруг дьявол спасет?» у хакаский. заныла печень. Ублюдок, мразь. Играет с ним, как с мышом. В истерике, с чугунно забившимся сердцем бросил штурвал, потянулся к глотке мерзавца, Егор его остудил, небрежно ткнул железным дулом в солнечное сплетение. «Не дури, Саня». «Используй последнюю возможность, ты же игрок». «Подумай, я мог пристрелить тебя на крыше». Хакаский отдышался, выправил вертолет, почему же не застрелил, а мараться не хотел. «От дерьма брызги летят, после не отмоешься, сам же сдохнешь, кретин». «Вот на это не надеюсь, я выплыву». «Ах, выплывешь! Много вас таких выплывало!» Хакаский натужно захохотал, теперь ему хотелось только одного, поскорее покончить с этим кошмаром. Темная сила, исходящая от этого непостижимого существа, давила нам мозг. Весь салон наполнило туманом и в ушах звенело. «Чего, еще посмотрим». Страха смерти он не испытывал, но с ужасом представлял, как его холеное, ладное тело со всеми любимыми родинками и трогательными впадинками, изласканная сотнями рабынь, охватят ледяные щупальцы реки. «Может, поторгуемся?» спохватился он. «Поздно, Саня, рынок закрыт». От злости, от отчаяния и от внезапно кольнувшего презрения к самому себе, попавшему в детскую ловушку. Хакасский даже не стал выгадывать. Ближе к берегу, где лед мог закрепиться, выцелил прямо на середину широкой снежной ленты, покачался, потряс лопастями и мастерски без всякого рывка припарковался. На малое мгновение счастливо помнилось, устоит машина. Но это был самообман. С гнусным, болезненным скрежетом серебряная оса погрузилась по брюху, к стеклам налипла кромка тьмы, Хакасский отключил двигатель, сидел, затаив дыхание. Если достали дно, то еще есть надежда. Егор укоризненно заметил. Нет, Саня, здесь глубже, чем ты думаешь. Будто отозвавшись, река чавкнула и осадила машину почти по самую шляпку. Мигнула и погасло электричество. Хакасский окаменел, он по-прежнему не верил, что такое могло быть, оледенело мочам, отворилась черная бездна небытия. Рассудок и нервы тщетно боролись с очевидным. На славу сработанная летучая машина все же не годилась на роль батискафа, под ногами захлюпала жижа, и у Хакасского внезапно промок рука в куртке. Люк, спокойно напомнил из темноты Егор, аварийный люк наверху. Поторопись, Саня, поздно будет, а ты, а я следом, мне спешить некуда. Эпилог Около суток Егор пролежал в гостиничном номере без сознания, пылая, как подожженный сток. Потом очнулся и начал быстро выздоравливать. Анечка хлопотала над ним, как наседка. Лекарства, уколы, обтирания, горячее питье сквозь стиснутые зубы, ложкой раздвигала. У нее появилось ощущение, что она опять в больнице, работает, спасает и вот-вот спасется сама. На вторые сутки вызвала скорую помощь, у Егора уже открывались глаза и речь к нему вернулась, но температура стояла за сорок и он плохо реагировал на окружающее. Анечку, например, два или три раза назвал мамой, она поправила. Я тебе не мама, а невеста, дурачок. Вечная, спросил он, откуда я знаю, может и вечная. Врач скорой помощи, пожилой усатый дядька с сердитым лицом, после тщательного осмотра гардиан-отель, тут не забалуешь, поставил диагноз двусторонняя пневмония, осложненная синдромом Пятницкого, необходима срочная госпитализация. «Где вас так угораздило, голубчик?» брюзгливо поинтересовался доктор. «Моржевал!» Егор с трудом разомкнул губы. «В больницу не поеду, останусь с Анечкой». «Я же медсестра», добавила Анечка. «Не волнуйтесь, доктор, все сделаю как положено». Доктор, видимо, привык к причудам новых русских, другие в этом отеле не жили, настаивать не стал, тем более в душе был согласен с молодым человеком. Нынешние больницы это ловушки для простаков, половина из тех, кого он туда отправлял, обратно не возвращались. Однако строго заметил. «Напишите расписку, что отказываетесь». «Хоть десять расписок, доктор». Выписал кучу рецептов, дал Анечке кое-какие полезные советы и отбыл, пообещав наведаться на следующий день. Еще бы не наведаться, сто-долларовая купюра приятно шуршала в кармане халата. Он действительно приехал на другое утро, даже не отоспавшись после дежурства, и увидел, что умирающий больной сидит в постели с чашкой кофе и улыбается. Ничего не пойму. Температура какая? Тридцать шесть и восемь. Радостно отозвалась Анечка. Доктор померил Егору давление, собственноручно взял кровь на анализ, прослушал легкие, только в правом остались еле заметные хрипы. «Ставите меня в тупик, голубчик! Она меня лечит кое-чем покрепче антибиотиков, доктор!» Анечка жеманно хихикнула, покраснела и отвернулась. Доктор не завидовал молодым людям. Последние годы, полные постоянных унизительных хлопот о хлебе насущном, высушили его душу. Он не хотел вспоминать, что бывают чудеса на свете. На четвертые сутки пожаловал Мышкин под руку с Розой Васильной. В паре они смотрелись впечатляюще, кряжистый осанистый мужчина в темно-синем костюме при галстуке с седой головой и эффектным бельмом и цветущая стройная степнячка с завораживающими бездонными угольными глазами. К изумлению Егора они уселись на диване рядышком, не размыкая рук, ну, прямо две гагарочки. Мышкин рассказал последние федулинские новости. Восстание закончилось, как и началось, бескровно. Полевые командиры спецчастей, оставшись без головы, охотно вступили в переговоры и согласились покинуть Федулинск на условиях выдачи каждому бойцу трехмесячного денежного содержания. Сумма для города получилась неподъемной, но с миру по нитке ее наскребли большую часть выплатил пошарив по сусекам, разумеется, Никодимов. На городском вече, который длилась всю ночь и весь следующий день, с кострами, с выкатыванием бочек пива, временным губернатором избрали Фому Ларионова, лауреата. Мэра Монастырского взяли под стражу, предъявив ему обвинение в злоупотреблении служебным положением и в массовых убийствах. Но до суда, наверное, дел не дойдет, хотя бы потому, что в Федулинске давным-давно не осталось ни одного судьи, которому можно доверять. Приглашать кого-то со стороны федулинцы не хотели. Скорее всего, Геку придавят по-тихому уголовники, которых сразу подселил к нему в камеру вновь назначенный начальником милиции полковника Гаркави. Кстати, консультант из Мюнхена доктор Шульц Степанков на том же вече единогласно утвержден министром здравоохранения. Первым же указом новый губернатор Лорионов объявил Федулинск вольным городом с присоединением деревень Опятково, Незаманихо, Мыльниково и поселка Огненные Столбы, а также 100-километровых торфяников на юге и судоходного в прошлом веке устья реки Воря. Статус вольного города, естественно, в составе Московской области, по расчетам известного экономиста Гаврюхина, позволит Федулинцам собственными силами справиться с угрозой надвигающейся голодной зимы. Изоляционная модель предполагала также отъем незаконно нажитых капиталов у местной знати, в первую очередь у геки Монастырского с его банком Альтаир. Продолжаются поиски некоронованного короля Федулинска Сани Хакаскова. Если он обнаружится, то ему не избежать самосуда. Слишком много обид накопилось к нему у горожан. Портреты Хакаскова развесили на всех углах, и мальчишки невесте, откуда снова появившиеся на улицах, стреляли в них из рогаток. Хакаскова вряд ли разыщут, заметил Егор. Он же утонул. Так я и думал. Мышкин нехорошо скривился. Ныряльщик хренов. Анечка собрала на стол, натащила из холодильника закусок, вина, фруктов. Уютно сидели, мирно, по-семейному. У Харитона Даниловича была на готове еще одна важная новость. Они с Розой Васильевной решили соединиться, но возникла непредвиденная трудность. Мышкин хоть какой-никакой христианин, а Роза Васильевна ведьма и поклоняется рогатому башку из царских степей. Где гарантия, что в законном браке у них вдруг не народятся бесенята? Какой ты все-таки гад! Роза Васильевна смотрела на Мышкина такими влюбленными глазами, что Егор тряхнул головой, не мерещится ли? Да я лучше утоплюсь, как хакасский, чем за тебя замуж пойду. Дело не в этом, важно, ответил Мышкин. Пойдешь, не пойдешь, твоя воля. Надо предусмотреть печальные последствия такого шага. Покреститься необходимо разуша, от креста бес бежит, как от чумы. Мне знакомый батюшка говорил на лесоповале, вдумчивый человек, мечтательный, верил, крест спасет Россию. Я тогда несмышлен был, не придал значения, посмеивался над стариком, думал, бог в кулаке да в заточке, но это не так. Люди от всего устали, от стрельбы, от коммунистов и демократов. Нищета давит. А я вот зашел недавно в церкву, от дождя укрыться, там хорошо, свечи горят, образа сияют, старушка молится, тихо, покойно. Меня старого мудака аж слезой прошибло. Я тоже свечку поставил за всех убиенных по моей и чужой вине. Увидев изумление на Егоркином лице, Мышкин смутился, хрипло хохотнул, потянулся к рюмке, розово сильно нежно погладил его по плечу, дурачок мой буйный одноглазый. Разомлевшая от вина Анечка пролепетала, как чудесно, когда люди находят счастье на старости лет. Вставил слово и Егор. Жакин ждет. Денька через три-четыре все вместе и двинем к нему. Отдохнем на воле после тяжких трудов. Ты как, Харитон Данилович? Отчего лучше, согласился Мышкин. В Москве нельзя долго быть. Душно здесь, как в братской могиле. Выпили за вечер немного, шесть бутылок красного вина, но обе женщины осоловели и около одиннадцати отправились спать. Мужчины засиделись за полночь, незаметно перешли на водяру, терпеливо ждали, когда всплывет на поверхность то, что обыкновенно прячется на дне стакана, и когда наконец это произошло, одновременно ощутили в живых могучий ток кровного родства. Позвонил Иларион Всеволодович на четвертый день после переворота. Никодимов ждал этого звонка, маялся, начал думать, что, может, ошибся, в каких расчетах. Услышав в трубке знакомый, бархатно усталый голос мигом успокоился. — Здорово, колдун! Как поживаешь, старый разбойник? — Твоими молитвами, Лареша! — — Ну, значит, все же осилил, одолел моих ребятишек. — Не я, Лареша, не я. Весь народ против них поднялся. Куприянов, недовольно хрюкнув, заметил, — Не юродствуй, старина, а то заплачу. — Так что же там у вас на самом деле произошло? Никодимов, поудобнее устроившись в кресле, с удовольствием растолковал. Ошибка была не в исполнении. Хакасский постарался на славу и сделал все, что мог. Он талантливый реформатор, но затея была обречена с самого начала. — Почему? — Да все по тому же самому, о чем Никодимов предупреждал много раз, но его не слушали. здесь колдун не удержался от шпильки. — Ты, Лариоша, возомнил себя богом. Это глупо. Бог один. И он, как известно, на небеси. — Не отвлекайся, — буркнул Куприянов. В такой глобальной задаче наставительно продолжал Никодимов внутренне торжествуя, как встраивание огромного северного конгломерата в мировую управляемую систему, нельзя не учитывать одну простую вещь — уникальной способности так называемых россиян к социальной и биологической регенерации. Это молодая нация. Не инки, не индейцы, и у нее чудовищные резервы видовой энергии. Здесь возможны только два решения проблемы. Полное физическое искоренение, что в принципе почти нереально, или кропотливая многовекторная работа по изменению генетического кода. Работа, которая возможно растянется на десятилетия, зато не будет таких позорных провалов, как сегодня. Похоже, это начал понимать и Хакасский, да слишком поздно. Его поезд уже ушел. — Твои мальчики в коротких штанишках, съязвил колдун, хотели сделать по-быстрому, и гляди, что натворили. Где они сами теперь? — Радуешься, с плохо скрытой угрозой, пробосил Куприянов. — Нашей общей беде радуешься, старый ведьмяк. Колдун угрозу пропустил мимо ушей, он знал, на что способен великий магистр, но и пределы его возможностей ему были известны. — Не радуйся, сожалею. Такие ошибки, Лариоша, для нас непростительная роскошь. Мы ведь уже старые люди. Наступила пауза в разговоре, колдун прямо-таки шкурой чувствовал, какая на другом конце провода шла борьба. Магистр был истинным владыкой с неукротимой натурой, годы его не изменили. Ему всегда требовались большие усилия, чтобы смирить гордыню перед необходимостью принятия рациональных выверенных решений, не зависящих от эмоций. С облегчением Никодимов услышал наконец спокойный, словно чуть подсушенный голос магистра. «Ничего, колдун, неудачный эксперимент, тоже полезный опыт. Не получилось сейчас, наверстаем завтра. Но тебя прошу, прими меры. Нельзя допустить, чтобы зараза перекинулась из Федулинска дальше. Надо закупорить дыру. Справишься, старина? Я справлюсь, грустно подумал Никодимов, а вот справишься ли ты? Он по-прежнему, как и десять и двадцать лет назад, не переставал надеяться, что придет заветный день, и уже не он будет выслушивать высокомерные указания магистра. Их роли поменяются. Но сейчас опять об этом думать рано. Он уверил Куприянову, что ситуации под контролем, волноваться и пороть горячку нечего, лишь попросил выяснить, каким капиталом располагает этот чертик из табакерки, этот странный юноша-маньяк, налетевший на город, как шаровая молния. Очень важно, Лареша, откуда у них деньги, откуда у них большие деньги. Есть финансовые потоки, которые мы не учитываем. Сам понимаешь, это пострашнее кукольного федулинского бунта. Выясним, пообещал Куприянов, и с ноткой какого-то неожиданного смирения, неслыханное дело, спросил с мальчишкой, что делать? Убирать? Не торопись, Лареша, с мальчишкой еще поработаем. Это непростой мальчишка. Он может быть полезен. Кстати, где он сейчас? Натлеживается в гардиан-отеле. Представь себе, к нему волчар этот явился, разлюбезный твой Харитон с какой-то бабой-чумичкой. А с этими что? Их не трогай, пусть погуляют пока, после разберемся. Саню Хакаскова немного жалко, признался Куприянов. Перспективный был хлопец. Я его как сына любил, нашел кого жалеть, искренне удивился колдун. Да на Руси такого дерьма в любой заднице по куче. Цинник ты, колдун! Ну, сам же сказал, старый ему уже. Утраты, утраты, сколько их было страшно вспоминать, и от каждой царапина на сердце. Выпей валерьянки, оттянет, посоветовал колдун. На том и расстались. Ночь, тишина, свет луны в высоком окне. Анечка притаилась под боком теплым комочком родной плоти. О чем думаешь? спросил Егор. Страшно жить, милый. Ох, как страшно жить, даже уснуть боюсь. Но я же с тобой. А вдруг тебя убьют? Меня не убьют, утешил Егор. У них руки короткие. Анечка ему поверила. Конец книги. Январь 2001 года. Звукорежиссер Игорь Опарин читал Юрий Забаровский. Опарин Опарин Продолжение следует...